У кого есть какие замечания по внесенной повестке председателем парламента? Пожалуйста. У меня есть предложение по вопросу повестки дня. О включении следующего вопроса. О бездействии и неисполнении своих полномочий председателем народного хурала Анатолием Васильевичем Казачком. В связи с чем я вношу такой вопрос на рассмотрение. На прошлой неделе комитет по законодательству рассматривал три законопроекта, внесенные депутатом Нанустром Викторовичем Манжеевым, которые полтора года пролежали в народном хурале без рассмотрения. Полтора года. Рассматривался один законопроект об ограничении продажи алкоголя, внесенный мною, который шесть месяцев пролежал без движения. И был отправлен на доработку по надуманной причине. Дело в том, что он был отправлен на доработку из-за того, что народный хурал не провел оценку регулирующего воздействия. Согласно методических рекомендаций, утвержденных экономике России, это должен был сделать законодательный орган. Либо сам провести, либо отправить в правительство. Но почему-то из-за этого... Хорошо. Конкретное предложение. Так он предложение сформулировал. Я об основании говорю. Отдельно хочу сказать о ситуации с Саштыгашевым. В конце января этого года он оскорбил весь калмыцкий народ. Народный хурал не дал адекватной оценки. Не потребовал его наказания в виде отставки. Председатель народного хурала Анатолий Васильевич Казачко, глава республики Бато Сергеевич Квастиков, является членами партии «Единая Россия». Они не потребовали от своей партии вынесения соответствующего наказания. То есть спустили всю ситуацию на тормозах. С конца марта в республике введен режим самоизоляции. В начале мая более 50 медиков в республике Калмыкия были заражены коронавирусом. Народный хурал никак не отреагировал на это явление. Не было никакой реакции на вспышку коронавируса в Сарпинском психоневрологическом диспансере. 300 зараженных. Не было никакой реакции на отказ председателя избиркома республики Калмыкия провести тестирование всех членов УИКа с правом решающего голоса. В результате на двух избирательных участках были заражены члены комиссии. В городе Элиста и в Лаганском районе. В соцсетях появились заявления о том, что люди заразились после голосования по поправкам в Конституцию. Сегодня республика активно обсуждает инициативу главы республики по переименованию проспекта Остапа Бендера в проспект Анацкого. Никакой реакции со стороны народного хурала. Не должна улица столицы республики носить название... Подождите, я еще не закончила. Нет, подождите. Найти название человека, который разрушал наши хуралы. Хорошо. Вместо того, чтобы стимулировать... Завершилось время. Подождите. Стимулировать и мотивировать депутатов, разрабатывать интересные для республики законопроекты, председатель народного хурала всячески тормозит инициативу депутатов. В результате народный хурал превратился в предаток. Некий аппендикс исполнительной власти. Сегодня в Калмыкии фактически отсутствует полноценная законодательная весть власти. Хорошо. Спасибо. Которая призвана не только узаканивать то, что принимает исполнительный орган, но еще и контролировать исполнительную власть. Спасибо. Именно поэтому я прошу депутатов народного хурала внести в повестку дня вопрос о бездействии и неисполнении своих полномочий председателем народного хурала Анатолием Васильевичем Казачевым. Значит, уважаемая Анатолича, спасибо за информашку. Значит, да... Ценную информацию. Мы с вами не нападали. Нам, Сергей Васильевич. Где вы учитесь, я не пойму. Мы учимся там, где и вы. Хорошая ваша школа. Значит, я вас прошу... Я вам слова не давал уже. А я взял его. А я вас лишаю слова. Вот я вас... Я не обладаю. Нет, я имею право. Вы же без моего ведома... Я вас предупреждаю. Без моего ведома не надо говорить. Я нажал кнопку и говорю. И вы прекращаете вообще эту практику. Лишать слова. Он Кусминов не успел пять слов сказать, да? Вы его отключаете. Это что за право у вас такое? Лишать депутата право голоса. Читайте регламент. Как ничего страшного. Знаете, можно... Одну минуточку. Вы что тут базарите? Мы не базарим. Это вы базарите. О, вас понесло информацию. Да нет. Вот вы превращаете в базар. Где ваша этика, я не пойму. Где ваша этика? Где ваша вот. Ну, давайте так. Вы же внесли предложение. Что за базар вы действительно? Вот вы устраиваете. Я вам говорю, что в связи с регламентом вы должны попросить... У меня тоже... Я сейчас прошу слова. Значит, по какому вопросу? По повестке дня. По конкретно повестке дня. Значит, первое, я хочу добавить буквально два слова, сказанное Манджиковой. Значит, по Штыгашеву, да? Действительно, Анатолий Васильевич, вы единственный человек, который здесь работает уже почти 30 лет на руководящих должностях. И вы в Калмыкии видели только вот, получили такое беспечное и обеспеченное существование. Многолетнее. И хотя бы в благодарность этому, вы должны были первым выступить против заявления Штыгашева о том, что он заявил, что в каждой калмыцкой семье был предатель. Вы же точно знаете, что этого не было. И вы тот человек, который это должны были опровергнуть и подать инициативу и пример нам. Я вам в конце сессии объясню. Я в конце сессии вам в разном объясню. Это вот такое замечание. По повестке дня. Что касается повестки дня. Значит, первое, я поддерживаю предложение Манджиковой, поскольку и дам подробное объяснение. В октябре 2018 года я подал два законопроекта. О народном хурале и о выборах главы республики Калмыкия. Внесение изменений в последний закон. Бумаги пролежали без ответа мои год и четыре месяца. В январе у меня состоялся серьезный разговор, или в декабре, не помню, с Анатолием Васильевичем. У меня два разговора очень серьезных состоялось, полуторачасовых, которых мы вроде бы выяснили отношения. Но, тем не менее, с опозданием в месяц он мне присылает ответы, экспертизы и заключения различных ведомств на мои законопроекты. Которые, оказывается, в хурал поступили согласно, действительно, закону в течение месяца. И год-три месяца они пролежали. Я терпеливо, не возражая, сделал новые законопроекты и в 2020 году, в феврале, опять подал. В начале февраля, 2-4 февраля. Опять ведомства ответили в течение 20-30 дней максимум. Прокуратура отвечала вообще за 15 дней. И опять эти бумаги пролежали 5 месяцев. Перед сессией мне звонит специалист и говорит, Ансир Викторович, 24-го на комитете, это было 22-го она мне звонила, 24-го на комитете вы выступаете, рассматриваются ваши проекты. Я говорю, а как они рассматриваются, я даже не получил заключение на руки. Мы сейчас вам пришлем по почте. И что это такое? Или аппарат у вас плохо работает, или вы лично препятствуете. У меня, например, уверенность во втором. Это вы лично даете указание, чтобы вся работа от депутатов вне вашей партии, вся задерживалась, блокировалась и нивелировалась, превращалась все это в смех, в издевательство над депутатами. И аппарат ваш должен работать только на обслуживание председателя и членов партии «Единая Россия». А получается нам помочь в подготовке законопроектов, вы специально этому препятствуете. Законопроекты пришли без особых замечаний, везде написано «Доработать». И я очень благодарен депутатам, и впервые на комитете я услышал различные мнения. Мало того, свою поддержку. Депутаты очень хорошо поддержали законопроект о народном хурале, где я предлагаю сделать 14 одномандатников в составе народного хурала и 13 по партийным спискам депутатов. Эта система уже принята во всей стране, кроме нескольких субъектов. Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Мордовия, Алтайский край, ну и, естественно, выдающийся Калмыгин. 5 минут завершилось у вас. Дальше. Московскую Гордуму только по одномандатным округам выборы. Вся страна уже шагнула в 21 век, мы остаемся вот по этому закону вообще. Спасибо. Дальше, вот я прокомментирую три закона. Да ничего страшного, я думаю, что две минуты здесь никого не убьют. Значит, по закону о выборах главы республики Калмыкия. Я предложил два момента, два ввести в закон изменения. Это допустить самовыдвиженцев к выборам и уменьшить муниципальный фильтр. То же самое сделано почти во всей стране. Только у нас препятствия. Последний закон, законопроект о внесении изменений, о проведении публичных мероприятий. Конституционный суд указал, чтобы мы, что в России разрешены митинги и публичные мероприятия в любом месте. Без ограничений, которые только в ограничении указаны только в федеральном законе, но там вполне разумные вещи и против них спорить никто не будет. Мало того, Конституционный суд в своем постановлении пишет, никому из чиновников не пытаться препятствовать и чинить искусственные преграды для того, чтобы запрещать людям вести митинги и встречи в любом месте. В том числе и перед заданиями государственной власти. Вот я комментарий дал. Депутаты, многие меня поддержали на комитете. Мы читали это все. Депутаты поддержали на комитете. Отключите, пожалуйста, телефон. Это микрофон. Значит, уважаемые коллеги, значит, я вынужден вас лишить слова. Я вынужден вас лишить слова. Вот все, пожалуйста. Я сейчас завершу. Что мы сейчас ругаться будем? Я вам все равно не дам работать, если вы мне не даете сказать. Мы даем сказать. Как все. Ничего, регламент потерпит. Значит, мы еще больше терпим от вас. Вы полтора года задерживаете на документы. Вчера задержали на пять месяцев. Я что, тут должен с вами либеральничать, что ли? Предложай. Поэтому предлагаю. Я поддерживаю инициативу и предложение о внесении в повестку дня. Провести служебную проверку и вынести наказание в отношении председателя или исполнителей. Выяснить, кто виноват в вот этих преградах, чинимых нашим депутатам отдельно. Хорошо. Спасибо. Уважаемые коллеги. Ну, чтобы было понятно всем, значит, в отношении... И второе у меня еще есть повестку. Вы сейчас обсуждаете или мне надо второй вопрос? Второе. Если у вас есть, говорите. Да, иначе мы тут чушь. Синимки бы вас слушаем. Второе... Ну, ничего страшного. Послушайте. Я вас больше слушаю. Значит, второй вопрос. По все-таки вот незавершенным моим законопроектам я предлагаю, выношу на решение Народного хурала, потому что комитет, согласно регламенту, он меня поддержал на доработку с последующим выносом на сессию. Но регламент не позволил комитету решить этот вопрос. Поэтому я выношу на суд и решение депутатов предложение такое, значит, в течение двух месяцев поручить специалистам Народного хурала и мне, как инициатору этих трех законопроектов, поручить доработать и через два месяца ровно рассмотреть на очередной сессии Народного хурала Республики Калмыкия. Вот такое у меня предложение. Соответствующее постановление я подготовил. Хорошо, спасибо. Значит, уважаемые коллеги, давайте с первого вопроса. То, что касается председателя, значит, в законе не предусмотрено мера ответственности председателя, есть мера досрочного прекращения, но для этого есть другая процедура. Ее надо выполнять. А меры ответственности, которые... Вы несколько лукавите. Вопросы о бездействии и неисполнении своих полномочий. Значит, такой формы наказания в отношении председателя или оценки председателя нет. Нет. Ну, если вы настаиваете, то я поставлю на голосование. Уважаемые коллеги, депутат Манжикова внесла предложение со своим амбициями в нарушении правовых норм. Скажем, со своим обоснованием. Обоснованием. Без информации. Значит, внести в повестку дня. Прошу определиться по голосованию, уважаемые коллеги, по предложению Манжиковой. Хотя это антиправовое предложение. Нет в нормативных документах парламента соответствующие нормы. Ну, проголосуем, чтобы мы, понимаете, мы власть, кто любит власть, кто не любит, но закон должны выполнять все. Поэтому, исходя из правовых норм. Все, что не запрещено, то разрешено. Значит, если бы мы выполняли закон, вопросов бы не было. И у Манжикова не было. Слушайте, ну как с вами работать, а? Ну вы же не на митинге, а? Вы же на вакцитратном органе. Ну, слушай, вы за слова отвечайте. Значит, кто за предложение Манжиковой включить повестку дня, пожалуйста, прошу проголосовать. Позицию в отношении ее. Ну, Наталья Сергеевна, большинство не поддержали вас. Ну да. Четыре голоса. Да, да, да. Четыре голоса, она нажала против. Да, ну, куда вот нервничает ситата. Ну да. Значит, ну и второй вопрос, значит, Наталья Сергеевна, у нас есть регламент работы. Прежде чем попасть в повестку дня сессии, я объясняю элементарные вопросы, если вы не читаете нормы или не дочитываете. Значит, и представитель вносит в повестку дня только тогда, когда комитет рассмотрит и дает заключение на принятие. Решение такого нет. У меня есть решение комитета отправить на доработку. Это право комитета, там шесть депутатов, они такое решение приняли на доработку ради бога. Как документ будет готов, сроками мы ограничивать ничего не будем. Как только председатель комитета, Мутулов и его члены пришлют мне бумажку доработанную, я как председатель обязан включить в повестку дня. И я это сделаю. Поэтому, связь с этим, давать дополнительное поручение, Михаил Николаевич, пожалуйста, рассмотрели и ваше решение огласите, чтобы все понимали. А то здесь какое-то заблуждение идет. Ну, два слова. Действительно вопрос обсуждался 24 числа. Значит, по части, касающейся формулировки, мы обсуждали два варианта, о которых сейчас нам Сергей Викторович сказал. И все четыре законопроекта, направленные представителю парламента, возвратить субъекту права законодательной инициативы с возможностью доработки. Что касается задержки материалов, которые так долго, был поставлен вопрос о внутреннем расследовании и наказании сотрудников. Ну, небольшая дискуссия была, но мы решили просто. Просто поставили вопрос на голосование, и все депутаты отказали проведение такого расследования и наказании сотрудников аппарата. Третий вопрос был, нам Сергей Викторович официально обратился ко мне, как к представителю комитета, о том, что в электронном варианте материалы попадают иногда не открываются в формате ТИФ, а открываются в формате ПДФ. На самом деле, ну, я согласен с этим, и многие депутаты согласны, иногда получается так, что не откроешь. Поэтому я сообщил об этом специалистами, заму представителя, но не поленился, сам переговорил со специалистами. Мне наши специалисты аппарата Народного Урала объяснили это следующим образом, что некоторые материалы при передаче их в электронном виде в формате ПДФ теряются, отдельные слова теряются. Ну, это Константин сказал, я передаю слова, но при желании, говорит, мы можем в варианте ПДФ передавать это. Ну, если вот так. Да, вот так. Хорошо. Уважаемые коллеги, ну, комитет озвучил вот ту мысль, о которой говорил нам Сергей Викторович, значит, комитет будет работать. Я получил документы. Можно два слова? Я прокомментирую, представитель комитета. Я получил сегодня эти документы, я действительно в связи с тем, что отправлю вам на доработку, ради бога, в установленном порядке, дорабатывайте, вносите эти предложения и будем дальше работать. Антон Игорь Васильевич, можно... Давайте так, ну, одну минуточку, ну, что вы, ну, давайте завершим формирование повестки. Вы что, в конце сессии какие есть вопросы? Так, Настур Ильич, пожалуйста, по вашему. Поэтому я считаю, что ставите вопрос на голосование о каком-то там, каких-то сроках, каких-то делах, в рамках регламента. Антон Ильич, значит, то, что не получилось на комитете, да, там действительно регламент комитета не позволяет давать поручения. Я с этим согласился, я же тут ничего не говорю. Но, с другой стороны, есть право депутата выносить на сессию вопрос, тем более такой вот, со скандальной историей затяжки, суммарно на год и девять месяцев. Если вы его дальше будете затягивать, да, ну, это просто вас не красит. Хорошо, спасибо, я услышал вашу позицию. Услышал, Настур Ильич. А потом, вы сейчас одно говорите, что вот вы доработаете, я включу. Не включу, а отправлю комитет на работу. Не, если комитет одобрит, я включу. Да, да, я включу. Ваши слова. Да, мои слова. Но, сегодня вы сейчас, вот мы утверждаем этот, как его, нет, календарь всех законопроектов, да, рассмотрения на народном хурале. И там этот вопрос не значится. Вы потом скажете, регламент, нет, мы утвердили вот это, календарный план, ваш вопрос там не будет рассматривать. Что мы занимаемся? Ну, вы же, я же знаю ваше эти футбольные, футбольное мастерство. Да, да, ну, мастерство, давайте мы о мастерстве не будем, кто футболист у нас. Давайте мы, исходя из регламента. Регламент говорит об одном, что вопрос, идет все по регламенту. Комитет направляет мне, я направляю, вам вы дорабатываете, оправляем комитет. Футбол это, не футбол. Так работает федеральный законодатель, так работает законодатель республиканский. Поэтому давайте завершать эту дискуссию. Я считаю, нецелесообразным. Ну как, вы тогда просто вот сейчас публично ответьте мне на вопрос, почему год и девять месяцев задерживаются бумаги, которые у вас лежат в Урале? Мы же не это обсуждаем, не меня обсуждаем. Мы обсуждаем повестку дня. Мы вас обсуждаем, потому что Наталья Сергеевна предложила рассмотреть повестку дня. Вы видите, как катастрофически вас не поддержали. Не поддержали. Но теперь я предлагаю, давайте мое предложение рассмотрим о включении вопроса в повестку дня. Я прекрасно понимаю. Какой вопрос? Комитет не рекомендует включать. Ну что вы меня заставляете против права? Мало ли что не рекомендует. Он не рекомендует пределы своих полномочий. Уважаемые коллеги. А депутаты имеют право рассмотреть любой вопрос, если они этого пожелают, и выразить свое мнение. Голосование. Вот чего я и прошу сделать. Регламент не позволяет. Ну, если вы настаиваете, я говорю, что мы будем идти по регламенту. Вы вносите предложение идти не по регламенту. Кто за предложение нам сыра или против или за, прошу определить позицию. Нам сыр, Викторович. Мы же друзья. Мы, он моложе меня, я имею право так сказать. Включить повестку дня. Вы слушайте, когда он говорит. Вот, голосуйте. Уже все, значит, решение не проходит. Нам сыр, Викторович. Давайте цирковать здесь, заканчать. Ну, давайте переголосуем. Давайте, чтобы вы потом не говорили, что тут мы антинародники. Давайте, включите режим. Анатолий Васильевич, у меня складывается такое впечатление, что у вас что-то в памяти. Вы даже не можете повторить вопрос, за который мы голосуем. Ведь вы же председатель и ведете это за себя. Уважаемые коллеги, голосуйте. Вы голосуйте. Вот, пожалуйста, ваше предложение. Но опять не показывает, вот она третья была. Уважаемые коллеги, большинство достигло, решение принято. Я, уважаемые коллеги, повестка, нашу предложение повестку утвердить в целом. Кто за, прошу проголосовать. Большинство достигнуто, решение принято. Спасибо, уважаемые коллеги. А насчет памяти и всего остального, я вас всех предупреждаю об этике. У меня нормально с памятью, я могу помериться с вами памятью. Значит, поэтому предупреждаю, что в случае нарушения этики или нарушения регламента, вы будете лишены слова. И письмо будет направлено товарищу Миронову. О вашем поведении в Хурале. Можно Путину, да, если вы хотите. Значит, приступаем к рассмотрению повестки дня. Вы свои цели добились, пошумели. Так, ну что, повестка дня. Вот где надо работать. Повестку реализовывать, уважаемая депутат Манжикова. Да. Рассматривается первый вопрос. Проект закона республики об общественных воспитателях несовершеннолетних. Вносится главой. Докладывает заместитель руководителя администрации, представитель главы в народном хурале, Араш Алексеевич Манжиев. Пожалуйста, в рамках отведенного времени. Всем добрый день. Менда Цзар, это Анатолий Васильевич, это хуралом депутатом, уважаемые приглашенные. Ваше внимание представляется законодательница дела главы республики Калмыкия Хачикова Бату Сергеевича. Проект закона республики Калмыкия об общественных воспитателях несовершеннолетних. В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области профилактики правонарушений несовершеннолетних разработан проект закона об общественных воспитателях несовершеннолетних, который корреспондируется федеральным законом от 24 июня 1999 года 120 об основах профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. В каждом законе применяется следующее понятие, как несовершеннолетний, безнадзорный, беспризорный, несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, семья, находящаяся в социально опасном положении, индивидуальная профилактическая работа, профилактика, безнадзорность несовершеннолетних. Законопроектно определены понятия общественного воспитателя несовершеннолетнего, основные задачи Института общественных воспитателей несовершеннолетних, категории несовершеннолетних, которым назначаются общественные воспитатели, порядок назначения общественных воспитателей и совершеннолетних, обязанности и права общественного воспитателя, порядок предпрощения деятельности общественного воспитателя, меры поощрения общественных воспитателей. Согласно законопроекту, общественным воспитателем может быть совершеннолетним, дееспособным гражданином Российской Федерации, по своим деловым и моральным качествам способным быть авторитетным наставником, социально положительным примером для несовершеннолетнего, содействия физическому, интеллектуальному, психическому, духовному, нравственному развитию несовершеннолетнего. Общественные воспитатели могут быть представители органов государственной власти республики, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, известные спортсмены, актеры, представители молодежных и иных общественных объединений. Также законопроектом определяется случай остранения общественных воспитателей от возложенных на них обязанностей. Основными задачами общественных воспитателей является осуществление мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, предупреждение о безнадзорности, беспризорности, правонарушении общественных действий несовершеннолетних. Общественные воспитатели будут выполнять свои обязанности на безвозмездной основе, проводить профилактическую работу с несовершеннолетними, давать советы по соблюдению правил поведения, привлекать несовершеннолетних к общественно полезному труду, вовлекать досуговую деятельность. Общественные воспитатели, добивающиеся положительных результатов, будут поощряться органами государственной власти, органами местного управления, учреждениями, организациям по месту работы или учебы. Порядок назначения общественных воспитателей, порядок введения реестра общественных воспитателей, определением полномочных органов будет осуществляться в правительственной республике Калмыкия. Учреждение в Республике Калмыкин Института общественных воспитателей и совершеннолетних позволит более эффективно реализовывать конституционные нормы по защите семьи и детства, содействовать осуществлению эффективной социальной политики в области предупреждения безназонности и правонарушения несовершеннолетних. На сегодняшний день необходимо ответить положительный опыт большинства регионов Российской Федерации и Южного Федерального округа, учреждения Института общественных воспитателей и несовершеннолетних. Подобные законы действуют в Татарстане 2009 года, в Воронежском области 2011 года, в Дагестане 2017 года, в Республике Туан. Итак, проект закона об общественных воспитателях несовершеннолетних, не содержит коррупционных факторов, не требует выделения средств из резбюджета. Уважаемый депутат, прошу поддержать законодательство и уголовное. Уважаемые, ну вот Наталья Сергеевна, ну что я, как мне работать с вами? Вот вы удивительный человек. Извините, Араш Алексеевич, вы право микрофон опустите. Значит, все, уважаемые коллеги, значит, пожалуйста, какие вопросы к Араш Алексеевичу? Пожалуйста, пожалуй, Наталья Сергеевна. Вносится главой республики Бату Сергеевичем Хасиковым. Видимо, поэтому в статье 1 пункт 4 появились такие, в общем-то, странные предложения сформулированы. Общественными воспитателями могут назначаться известные спортсмены, артисты, военнослужащие. А почему неизвестные предприниматели, фермеры, экономисты, финансисты? Считаю, что вот эти слова нужно просто убрать. А представителей молодежных и иных общественных объединений оставить. Бату Сергеевич Хасиков на сегодня является членом партии «Единая Россия». Это общественное объединение. Он и так может быть общественным. Ну, с Хасиковым не надо связывать. Тут закон рассматривал. Это он вносит этот закон. Поэтому я связываю. Я предлагаю вот эти слова известные спортсмены, артисты, военнослужащие просто убрать. Мы тогда должны этот перечень увеличить, я не знаю, до каких пор. Наталья Семеновна, вопрос вы задали? Или вы вопрос задали? У меня предложение. А, значит, мы с вами... Убрать из текста закона эти слова. Наталья Семеновна, были заседания комитета вчера, вы не приходили. На комитете... Нет, если интересует вопрос, вы получили проект... Кстати, меня даже не пригласили на заседание комитета по бюджету вчера. Обычно кто-то там из сотрудников позвонит, пригласит, а тут ничего, тишина. Хорошо. Еще вопросы есть? Видимо, мы не нужны уже в качестве членов комитета. Я такой быть не могу. Есть еще вопросы? Нет вопросов. Желающий выступить, вот, пожалуйста, вы внесли предложение в форме выступления. Вот это мы дошли до регламента. Нам, Сергей, говорит, не надо регламент. Для того его и придумали. Мы тут по-разному мыслим все. Что регламент как-то регулируется. Прошу поставить на голосование проект этого закона, исключив в статье 1 пункт 4 слова известные спортсмены, артисты, военнослужащие. Представители молодежных и иных общественных объединений отставили. Хорошо. Объясняю опять регламент. Наталья Сергеевна, значит, комитет принимает, еще после того, как мы это обсудим, вопрос, решение комитета. Комитет обсудил эти вопросы. Если даже у вас сегодня возник вопрос, в силу того, что вы раньше не дочитались, то вы можете внести предложение на следующей сессии и поправим. На лету мы здесь контекст ломать не можем. Есть решение комитета, который, соответственно, работал с экспертами. Вопросы другие мы обсудим потом. Так, можно мне еще одно замечание? Нет, нельзя. Еще одно замечание. Значит, по каждому вопросу можно выступать два раза. Вы уже третий раз. Еще есть желающие, пожалуйста. Пожалуйста, Арслан Александрович. Но на самом деле я соглашусь с Натальей Сергеевной, что почему бы не включить действительно туда предпринимателей. Нет, вопросов нет. Давайте, может быть, тогда сделаем, но принять доработка обязательно. Потому что на самом деле дельная. Почему только спортсмены, у нас же на самом деле сколько предпринимателей. Сама тема может быть, действительно. Такая, это как наставники. Что такое общественные? Это наставники. Мы наставников должны, так сказать, расширять категорию наставников. Может быть. Но сегодня закон прошел экспертизу, прошел заключение партнеров, прошел заключение этого. И добавить можно. Но уже на следующем заседании. Не на этом. Почему не на этом? С доработкой же можно. Ну, сходу ничего не дорабатывается. Прошу тебя, отвечу. Все, спасибо. Я понял, спасибо. Наталья Сергеевна, еще один раз без разрешения. Я действительно лишу вас слова. Неприятно. Я не могу. Вы или давно не были на сессии. Я тут обращаю внимание на пункт четвертой статьи. Значит, общественные воспитатели могут назначаться. Это не значит, что назначаются только строго определенные лица. Конечно, после принятия закона, возможно, в дальнейшем где-то будет оборваться. Тут вопрос-то неограниченно. Тут понятие общественного воспитателя давал, что это дееспособный человек, гражданин Российской Федерации, там по деловым моральным качествам. В принципе, и все. Значит, пожалуйста, еще вопросы. Желающие выступить еще. Нет, решение комитета, пожалуйста. Так, кто у нас комитет рассматривал? Ван Макотинович. Коллеги, уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые депутаты, на свидании комитета данный вопрос был рассмотрен, и комитет рекомендует в сессии Народного Хурала принять данный законопроект. Уважаемые коллеги, комитет рекомендует, ну вот есть такая реплика, действительно, Наталья Сергеевна, может там и есть смысл добавить определенную категорию, чтобы расширить категорию наставников. Да, да, ну вот сходу мы вот слету добавлять не будем. На следующей сессии добавим. Мы же уже не раз с вами так делали. А сейчас давайте уже отработанный комитетом, экспертами документ получили заключение, а вдруг это не считается во втором абзаце. Поэтому, уважаемые коллеги, с учетом мнения комитета прошу проголосовать за проект постановления. Ну да, предложения ваши мы запротоколировали, и давайте вносите. Уважаемые коллеги, большинство достигнуто, решение принято. Араш Алексеевич, спасибо вам большое, присаживайтесь, и мы продолжаем нашу работу. Рассматривается следующий вопрос в повестке дня. Проект закона о внесении изменений в отдельный законодательный акт Республики Калмыкия в свете противотействия коррупции. Вносится прокурором. Евгений Евгеньевич пришел доложить нам по этому проекту, Евгений Евгеньевич. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые депутаты, представленные вами, вашему вниманию, проект закона разработан в целях реализации установленных федеральным законами в цели противодействия коррупции ограничений для лиц, замещающих государственные муниципальные должности, а также для муниципальных служащих. Федеральный закон о противодействии коррупции установил, что лица, замещающих государственные должности субъектов РФ, за исключением депутатов законодательных представительных органов государственной власти, и лица, замещающих муниципальные должности, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, вправе принимать участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией. Но обязаны предварительно уведомлять высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации. Порядок же такого уведомления устанавливается законом субъекта Российской Федерации. В этой связи проектом закона устанавливается такой порядок, согласно которому указанные лица и уведомления об участии на безвозмездной основе управления коммерческой организацией представляют главе республики не менее чем за три дня до начала участия в управлении такой организацией. Порядок рассмотрения уведомлений предлагается установить актом главы республики. Для муниципальных служащих проектам предусматривается порядок получения разрешения представителя нанимателя-работодателя на участие муниципального служащего управления некоммерческой организацией. Законопроектам определена форма ходатайства, с которой муниципальный служащий обращается к нанимателю, порядок его рассмотрения и сроки принятия решения о даче разрешения либо об отказе. Принятие законопроекта не потребует дополнительных финансовых затрат в республиканском бюджете. Уважаемые депутаты, прошу вас поддержать представленный законопроект и принять его в двух частях. Уважаемые коллеги, доклад Евгений Евгеньевич прокурора завершен. Вопросы, пожалуйста. Нет. Вопросы, выступления. Нет выступления. Решение комитета, Михаил Николаевич. Комитет рекомендует Народному праву Республики Калмыки принять данный законопроект. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено. Возникли противоречия? Прошу определиться по голосованию. Большинство достигнут, а решение принято. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо, Евгений Евгеньевич. А мы продолжаем нашу работу. Рассматривается далее проект закона Республики о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Калмыкия в сфере налогообложения. Вносится правительством, докладывает первый заместитель председателя правительства, министр финансов Ачир Санжевич Шургучиев. Ачир Санжевич, пожалуйста, в отведенное время мы слушали на комитете. Значит, вам не до пяти минут. Пожалуйста. Чем вызвано, что предлагаете? Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые депутаты, приглашенные. Ваше внимание представляется проект закона Республики Калмыкия о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Калмыкия в сфере налогообложения. Напомню, что 10 июня текущего года был принят закон Республики Калмыкия о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Республики Калмыкия в сфере налогообложения и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Калмыкия в сфере налогообложения. Указанным законом, как я напомню, на текущий год были предоставлены меры поддержки субъекта малого и среднего предприятия в виде пониженных ставок, либо освобождений для тех видов экономической деятельности, которые наиболее пострадали в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. О же Минэкономразвитии уже дан был прогноз на ближайшие три года. Сегодня вносимым законопроектам предлагаются те налоговые преференции, которые были установлены в июне текущего года, продлить еще на один год, то есть на 2021 год. Это первая часть носимых изменений. Вторая часть. Мы проработали, посмотрели, у нас получается, что есть еще отдельные виды экономической деятельности, которые были не включены в июне месяце текущего года и на которые не распространялись налоговые преференции, установленные в июне. Соответственно, указанным законопроектом предлагается дополнить перечень видов экономической деятельности, на которые распространяются пониженные ставки. В частности, это деятельность по операции с недвижимым имуществом, а именно это аренда и управление собственным для арендованного недвижимым имуществом, операция с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. И еще один аквейт, это торговля розничной в нестационарных торговых объектах на рынке пищевым продуктом, напитками, табачной продукцией. То есть, это те, еще раз, два вида экономической деятельности, которые тоже имели ряд ограничений во время распространения новой коронавирусной инфекции. Это вторая часть, на чем их изменение. Ну и третий момент, это для того, чтобы привлечь новых налогоплательщиков и, соответственно, наверное, уже можно говорить о повышении доходной базы бюджета. Предлагается на срок до 26-го года установить пониженные налоговые ставки по УСН, то есть по упрощенной системе налогоблажения для организации индивидуальных предпринимателей, которые впервые будут зарегистрированы в Республике Маке в течение 20-21-го года. И для налогоплательщиков поставлен на учет налоговых органов в течение того же двухлетнего периода в связи с переменной местонахождением. Предусмотренным законопроектом предлагается установить пониженные ставки для тех налогоплательщиков, которые используют в качестве объекта налогового вложения доходы. Это 1% в течение первого налогового периода и повышать на 1% в течение пятилетнего периода. То есть во втором периоде налогового это 2%, в третьем 3%, так до пятого. В пятом периоде уже будет применяться ставка 5%. А если налогоплательщик выбрал объект налогообложения доходы минус расходы, то предлагается в течение первых двух налогового периода установить ставку 5%, затем в третьем поднять увеличенность на 2%, до 7% и в четвертом до 9% и соответственно в пятом до 10%. У меня как бы если вкратце, то это все, то что касается данным законопроектом предлагаются вот такие 3 изменения в закон части налогообложения. Уважаемые коллеги, хочу с Анжиевичу, пожалуйста, вопросы. Пожалуйста, Наталья Серин. Я пользуюсь тем, что у нас докладчиком является министр финансов, хочу спросить, на 1 июля этого года сумма госдолга Калмыкии, сколько, вот объем кредитов, привлеченных с начала года и под какой процент? Первый вопрос. Второй вопрос. Сколько реально вот, ну, вы планируете дополнительных доходов привлечь за счет создания вот так называемого местного офшора, да? Ну, я грубо называю то, что вы вот сейчас... Благоприятную зону, да. Ну, местный офшор, скажем так. Два вопроса, пожалуйста. Хорошо. Ну, первый вопрос, он не по теме, честно говоря. Ну, если министр захочет ответить и обладает этой информацией, он ответит. Давайте со второго вопроса. Касаемся темы. Да, пожалуйста, ну, в части второго вопроса отвечу, что по расчетам у нас, если у первых две части изменений, они в части продления налоговых преференций, это приводит к выпадающим доходам, то третья часть предлагаемых изменений, это по нашим расчетам приведет к увеличению. И, соответственно, у нас, наверное, при принятии данного законопроекта будет своего рода баланс, то пока по минимальным расчетам мы должны выйти на ту сумму выпадающих доходов, которые должны быть покрыты. А по нашим расчетам выпадающие это 40-50 миллионов, соответственно, дополнительные поступления, минимальная сумма 40-50 миллионов. И по первому вопросу, если вы обладаете, ну, уже, наверное, на 1 июля у нас везде размещены официальные данные, цифры уже есть по государственным долгам, это порядка 5 миллиардов. По сравнению с началом года произошло увеличение, но это обусловлено тем, что у нас в связи с распространением инфекций возникла сумма выпадающих доходов, это порядка 16%. Плюс у нас возникли дополнительные расходы именно на противодействие лечению коронавирусной инфекции, это порядка 450 миллионов, это по линии здравоохранения, то есть это приобретение оборудования, того же лекарства, плюс направляем мы на стимулирующий выплат медицинским работникам наравне с теми выплатами, которые были приняты решением в федеральном уровне. Хорошо, спасибо. Еще вопросы? Валерий Александрович, пожалуйста. Валерий Александрович, этот вопрос, законопроект рассматривался на комитете и все члены комитета облагодарили, что своевременно принят наш законопроект. Он даст толчок нашим предпринимателям средним и малым бизнесам. И вот хотел тоже, вот мы принимаем, видите, а вот у нас аграрная республика, республика Калмыкия, ну по аграре вы сейчас знаете, что в восточном районе сейчас, ну катастрофически можно сказать, вот вели ЧАЭС. Это там страшно, от нашей температуры, которая 60 градусов, все выжгло. Ни воды, ни травы, и животные нужно какие-то меры принять, чтобы как-то, ну облегчить труд крестьян. А как сделать, значит, мы не попали ни в какие преференции, ни в федеральные указы, ни в республиканские. Поэтому нам нужно, нужно только вот ЧАЭС ввели, допустим, а нужно нам как-то принимать какие-то меры, ну, государственные поддержки, ну, для, ну, сельскохозяйства. А я еще раз сказал, что это жизнь наша. И второе, второе, что на сегодняшний день на сельскохозяйстве, на шерсть, вот мы, это животноводческие эти районы, мы, значит, ни шерсть, ни мясо, значит, сейчас она не востребована. И цены нету, понимаете. А налоги нужно платить, зарплату выдавать надо, это очень трудно. Если, я, по примеру, говорю, если шерсть стоила, мереносовая, 170-180 в том году, сейчас она 60-70 тысяч, 70 рублей стоит. Мясо стоило-то 390 в том году, сейчас она стоит 220, и то так вот. Ну, как сказать, по знакомству, можно сказать, кто возьмет. И здесь играет большую роль, ну, Меркурий программа, которой мы тоже не можем налево-направо сдавать это мясо. Мы должны все это обследовать, мы должны те регионы продать, которые регионализация называется, где мы имеем право, ну, вывезти ее. Но здесь тоже у нас связаны руки большие. Поэтому сельскохозяйство сейчас в очень таком, ну, в плачевном состоянии, можно сказать. Вот после такой жары аномальной, которая у нас была и есть. Ну, давайте так, министр финансов, он не обозначил тут ситуацию. У нас здесь первый зампред, исполняющий обязанности. Если по этому поводу, вот по селу, есть вот обобщенный материал, то в разном мы просим проинформировать, чтобы мы были осведомлены, действительно, тревога. Это тревога сельхозника, фермера и так далее. Так, поэтому я так думаю, само выступление, пожелание, оно хорошее, но мы должны понимать, как будет реализовываться. Коль это связано с финансами, с позицией правительства, вы в конце нас проинформируйте. Если нужно что-то уточнить, что вы сделали, или какие-то документы думаете выпустить, или уже выпустили, пожалуйста. Так, еще желающие выступить. А, вопросы еще у нас. А, вопросы, пожалуйста. Извиняю, выступить. А, вы все тогда, если вопросов нет, по выступлению. Пожалуйста, Александр Викторович, пожалуйста. Я целиком поддерживаю предложение Валерия Ставича о поддержке сельхозтоваропроизводителей. Обстановка ужасающая, конечно. И вы видели все кадры, это видео, которые бродят по интернету, да, выложенные людьми. Просто печальные события у нас, на самом деле, все притворятся. Поэтому нужно поддерживать. И, может быть, дать поручение Хурала правительству республики в течение двух-трех недель разработать и доложить по мерам поддержки в агросекторе. И мы можем опросным путем проголосовать, что нам мешает, и поддержать, если у них есть здравые предложения. Ну, вот в конце послушаем и привлечения. Наталья Сергеевна, пожалуйста. Да, я тоже хочу сказать несколько слов по этому вопросу. Действительно, ситуация очень тяжелая в сельском хозяйстве сложилась. Но у меня такой вопрос. Вот здесь нет министра сельского хозяйства. Он болеет коронавирусом, к сожалению. Ну, хорошо. К сожалению, да. Давайте пожелаем ему скорейшее выздоровление. Но у меня от знакомых в Минсельхозе России поступила такая информация, что от Калмыкии до сих пор не поступила официальная заявка на преференцию. Вот вы говорите, никаких преференций нет. Не поступила по чрезвычайной ситуации в республике. Хорошо. Вот опровергните или подтвердите. В конце он нам доложит. Сейчас время будет у него. То есть, получается, ситуация достаточно тяжелая, а республика каких-то шагов со своей стороны не делает. Это от правительства уже зависит. Я считаю, что вот этот законопроект нужно, конечно, дополнить и включить преференции именно работникам сельского хозяйства, товаропроизводителям. Но это уже вопрос отдельной разработки. А сегодня я хотела бы спросить представителей правительства, почему я поступила. Хорошо. Мы договорились, что в конце представитель правительства эту тему нам осветит. Значит, мы действительно озабочены все. Всем понятно. И правительство, и меры там. Ну, давайте без комментариев. Значит, давайте вопрос обсуждаем. Выступили. Все. Реакция есть. Что мы? Начинаем. Пожалуйста, Арслан. Да, я вот как раз по законопроекту хотел поблагодарить правительство в лице вот Ачурсанжевича, Дмитрия Александровича, потому что на самом деле мы в течение трех месяцев прорабатывали весь этот законопроект. Может, сначала, конечно, общего понимания как бы не было, но в итоге вот сейчас вот когда дошло до, так сказать, до общего понимания в целом, то, что на самом деле такой законопроект надо принять, точнее поправки в него, поэтому хочу поблагодарить за совместную работу. Думаю, на самом деле как бы на этом останавливаться нельзя, потому что здесь затронуло сразу несколько аспектов. Это, во-первых, поддержка предпринимателей в части ковида, и второе, то, что это такой серьезный блок, это развитие на будущее. То же то, что мы, в принципе, не раз проговаривали. И здесь как бы не останавливаться на том, о чем мы вчера тоже проговаривали, то, что не останавливаться чисто на налоговых преференциях, а надо еще усилить блок именно развития и популяризации предпринимательства, чтобы реально получить тот эффект от налоговых поступлений, от новых предпринимателей. Ну и, соответственно, хочу, конечно, поддержать коллегу Булдрева Валерия Стаяча, то, что на самом деле этот блок у нас тоже очень, это самый огромный КФХ среди предпринимателей, и сейчас действительно они попали в такую нелегкую ситуацию. Тут надо как-то, ну не знаю, прямо вот моментально создавать, наверное, рабочую группу, призывать там общественников, соответственно, депутатов Хурала, там КФХшников, правительства, так же, в таком же примерно вот как мы в составе работали, прорабатывать и действительно что-то принимать, потому что им помощь нужна с если сейчас, до осени, до зимы, иначе потом вообще будут бедствия. Ну и, соответственно, пожелание, опять же, правительству, когда вы будете анонсировать данный законопроект, пожалуйста, указывайте то, что тоже в разработке данного законопроекта принимали депутаты Хурала, депутаты ЭГС, общественники, обязательно то, что, ну, то, что показывало, что это работа именно коллективная, системная работа. На предыдущем заседании мы приняли по двум, как вы понимаете, преференциям и вот сейчас. Считай, две, три преференции. Значит, уважаемые коллеги, еще желающий выступить? Сергей Александрович, пожалуйста, и будем завершать. Да, добрый день, уважаемые коллеги, буквально два слова. На самом деле, огромное спасибо. Сегодня мы принимаем второй пакет, который разрабатывался с 23 мая. И я хочу призвать правительство не снижать работу по снижению налоговой нагрузки для жителей Республики Калмыкия. У нас еще есть земельный налог, есть транспортный налог, налог на имущество физических лиц, который непосредственно может спасти наших предпринимателей, которые работают на селе. Потому что, когда мы начинали работать над этим законопроектом, речь шла только о противодействии распространению коронавирусной инфекции. А жара у нас случилась в июне-июле. И, соответственно, разработка этих законопроектов, снижение ставок земельного налога, транспортного и налога на имущества физических лиц, может сегодня непосредственно помочь нашим сельхозтоваропроизводителям. У меня все. Спасибо. Спасибо, Сергей Александрович. Пожалуйста, Сергей Александрович, завершаем выступление. Уважаемые коллеги, действительно обсуждение данного законопроекта вызвало вчера детальное обсуждение на бюджетном комитете и на фракции «Единая Россия». Буквально прошло с июня текущего года, с проведения 16-й очередной сессии, в рамках которой мы рассматривали правительственный час о реальных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. На фракции мы позицию вчера первому заместителю председателя правительства министру финансов выразили в части той динамики, которая есть на лицо внесенного законопроекта о пониженных ставках наук для субъектов малого и среднего предпринимательства. Но с учетом вчерашнего обсуждения, бурного достаточно в рамках работы фракции, есть пожелания правительству республики Калмытия, сегодня присутствует первый заместитель, в том числе председатель правительства Бадмаев Боов Васильевич. В рамках подписанного указа президента Российской Федерации о национальных стратегиях до 2030 года, в которой говорится о повышении уровня жизни людей до буквально в ближайшей перспективе, есть необходимость с учетом того, что мы депутаты выезжали в межсессионный период для работы в муниципалитеты, реально увидели те условия, в которых работают наши сельчане, продолжить работу и внести в установленном порядке в Народных Урал меры реальной поддержки в части увеличения адекватной заработной платы работникам, живущих в сельской местности, труженикам села, о чем говорят сегодня мои коллеги и председатель бюджетного комитета. И в рамках государственной программы о мерах поддержки сельского хозяйства на территории Республики Калмыкия принять дополнительные преференции по поддержке сельского хозяйства. Спасибо. Уважаемые коллеги, то есть мысль одна у всех, мы вот одинаково мыслим. То есть реальная ситуация и среди предпринимательского сообщества и в аграрном секторе отдельно требует дальнейшей разработки мер поддержки. Поэтому вот эти два закона, которые мы принимали по налогообложению, по преференциям предыдущей, предыдущей сессии, это сессия, это вот движение. Поэтому движение давайте продолжим и на следующем заседании парламента, я думаю мы услышим от министра финансов, первого заместителя, представителя, предложения о предложениях в сфере налогообложения, о чем говорил Сухинин. Есть здесь разумность и наши товарищи по аграрному сектору. Вот такая этапность, она в крайнем случае без шума, без гамма, но она есть. Она действительно есть и это движется. Давайте может быть не так быстро и остро и объемно, но в любом случае это поддержка. И транспортный налог, и земельный налог, о чем говорил Сергей Александрович, они тоже требуют внимания. Я понимаю, это выпадающие доходы, это требует особого, но тем не менее. Тем не менее. Так, уважаемые коллеги, Валерий Ставич, пожалуйста, решение комитета. Комитет Народного Хурала Парламента Республики Калмыкия в виде экономической политики, предпринимательской собственности, рассмотрел проект закона Республики Калмыкия о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Калмыкия в сфере налогообложения. Решил рекомендовать Народного Хурала Парламента Республики Калмыкия принять данный законопроект с учетом следующих изменений. В третьем абзаце пункта 2 статьи 2 законопроекта после слов налоговой ставки дополнен словами по налогу уплачиваемым в связи с применением упрощенной системы нового обложения. Уважаемые коллеги, это в рабочем варианте было отработано. Решение комитета озвучено, нет возражений. Проголосуем давайте, выраслижаем свою позицию по проекту постановления, который у вас. Единогласно. Спасибо, уважаемые коллеги, что мы смотрим здесь очень правильно, прагматично. Присаживайтесь, Санжевич, вам очень тоже спасибо. Сосматривается следующий вопрос, повестки дня о внесении изменений в закон Республики о государственной поддержке и защите прав субъекта инвестиционной деятельности в Республике Калмыкия. Значит, Дмитрий Александрович Троицкий, министр экономики, ему правительство поручило доложить. Значит, пожалуйста, внимательно слушаем вопросы выступления, принятия решения. Добрый день, Анатолий Васильевич, добрый день, уважаемые парламентарии и приглашенные. Проект закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон Республики Калмыкия о государственной поддержке и защите прав субъекта инвестиционной деятельности Республики Калмыкия, разработан в связи с принятием закона от 10 июня 2020 года о применении на территории Республики Калмыкия инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организации, предусматривающего увеличение форм государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности в Республике Калмыкия в виде предоставления налогоплательщикам инвестиционных налоговых вычетов в целях симулирования обновлений их основных фондов для организаций, соответствующих приоритетным видам экономической деятельности, и принятием закона Республики Калмыкия 10 июня о признании утратившим силу отдельных законодательных актов Республики Калмыкия, которым закон Республики Калмыкия от 12 мая о залоговом фонде Республики Калмыкия призван утратившим силу. Кроме того, законопроектом планируется увеличение форм государственной поддержки субъектам институционной деятельности в виде финансовой поддержки некоммерческими организациями, созданными в целях поддержки развития институционной деятельности. Для реализации данного мероприятия правительством Республики Калмыкия создана некоммерческая организация Фонд развития Республики Калмыкия, а вышеуказанные средства будут направлены в качестве оказания государственной поддержки на предоставление льготных займов от 1 до 3% для реализации инвестиционных проектов юридическими лицам и субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Калмыкия, а также на долевое участие в учреждениях юридических лиц для совместного сотрудничества в реализации инвестиционных проектов. Вышеуказанные направления расходования средств федерального бюджета планируются с целью аккумулирования оборотными средствами созданного фонда и продолжение оказания мер государственной поддержки после завершения реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия. В настоящее время в правительстве РФ находится проект распоряжения правительства РФ о внесении изменений в распоряжение правительства РФ 12 апреля 1992 и распоряжение правительства РФ от 13 июня 2020 года. Номер 1577, предусматривающий изменение названия мероприятия создания инвестиционного фонда на формирование фонда развития Республики Калмыкия. В целях включения в реестр инвестиционных проектов, проработанных с органами исполнительной власти Республики Калмыкия и с высокой степенью готовности к началу реализации проекта закона, дополнен критерием о включении в реестр инвестиционных проектов, начало реализации которых запланировано не позднее одного года со дня подачи заявления субъектом инвестиционной деятельности и необходимостью согласования инвестиционного проекта на предмет экономической целесообразности с органами исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики Республики Калмыкия в сфере деятельности, к которой относится проект. В связи с темпом инфляции законопроектом планируется увеличить требования по суммарному объему капитальных вложений в первые три года реализации проекта для включения в реестр инвестиционных проектов с 10 до 15 миллионов рублей и требования по осуществлению капитальных вложений за последние пять лет до даты подачи заявления при включении в реестр инвесторов также с 10 до 15 миллионов рублей. Вносится изменение статью 3 дополнение пункта 1.1 о применении на территории республики Калмыкия внесен налоговый вычет по налогу на прибыль. Вот можете подробно немного рассказать, что это за налоговый вычет? Это первый вопрос. Второй вопрос. Только что вы сказали о создании фонда развития республики Калмыкия. Насколько я знаю, у нас существует фонд поддержки предпринимательства, да, республики. А они что, будут дублировать работу друг друга? И вот тут же по пункту 5, части 1. Предоставление финансовой поддержки некоммерческими организациями, созданными в целях поддержки развития инвестиционной деятельности. Вы собираетесь финансировать эти два фонда? В каком размере? Спасибо. Понятно вам, да? Да, безусловно. Наталья Сергеевна, по порядку. Что касается налогового вычета, то данный законопроект рассматривался на сессии Народного хурала 10 июня и данный законопроект был принят. Основная цель данного законопроекта это позволить субъекту инвестиционной деятельности иметь возможность компенсировать, а точнее уменьшить даже свой налог на прибыль. А именно, основным условием является направление его средств на реновацию основных фондов. Почему уменьшается налог на прибыль? Смотрите, есть из расчета двух частей. Это федеральная и региональная. Федеральную часть 3% можно снизить до нуля, а региональную часть можно в течение трех лет компенсировать в зависимости от средств, вложенных непосредственно субъектом инвестиционной деятельности в реновацию основных фондов. Хорошо. Давай второй вопрос. Ну, скажем так, смотрите, из 17% региональной части 5% республика однозначно оставляет для себя. То есть 12% можно, скажем так, уменьшить до 12%, но, безусловно, сохранить эти компенсирующие выплаты на три года. Понятно. Давайте дальше. По второму вопросу, что касается фондов, существует микрофинансовая организация, которая оказывает поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета выдачи займов от 300 тысяч до 5 миллионов рублей. Данный фонд создается для реализации ремидуальной программы, где за 5 лет будут саккумулированы средства порядка 1 миллиарда рублей. И сумма займов будет свыше 5 миллионов рублей в соответствии с теми критериями, а именно это создание высокодоходных рабочих мест и, скажем так, возможностью получить льготный займ от 1 до 3%. Это два различных субъекта. Что касается пункта 3, то, что дополнено дополнительным фондом, фонд создается, он будет, скажем так, наполнен средствами федерального бюджета и будет оказывать финансовую поддержку в виде предоставления займов либо участия в данных организациях в зависимости от того вида поддержки, который будет необходима непосредственно инвестору. Но самое главное условие для того, чтобы иметь возможность доступа к данной виду поддержки, это в соответствии с действующим законом, который сейчас принимается, это быть включенным в реестр проектов и в реестр инвесторов для последующих налоговых уже льгот после реализации данного проекта. Хорошо, спасибо. Я поняла, подождите, можно реплику? Эти два фонда будут существовать, они существуют параллельно. Параллельно, абсолютно верно. Один ведет микрофинансовую деятельность, а второй и оба финансируются из федерального бюджета. Абсолютно верно. Спасибо. Уважаемые коллеги, еще вопросы. Фонд микрозаймов на сегодня, за время деятельности нового правительства, сколько вы выдали займов? В настоящий момент рассматривается более 300 заявок, в настоящий момент на одобрении и принятии решения находится около 200. Подробную информацию готов сообщить. Деньги есть? Деньги есть. Безусловно. А фонд развития, он только из федерального бюджета? Только из федерального. Часть софинансирования 1%. Ну то есть, скажем так, ежегодно он будет наполняться в соответствии с критерием индивидуальной программы 200 миллионов рублей из федерального бюджета. И 1% это 2 миллиона рублей из регионального бюджета. Спасибо. Вопросов больше нет, я понял. Выступающие. Вчера на комитете тоже очень заинтересовано. Шло обсуждение решения комитета. Валерий Ставич, дорогой, пожалуйста. Уважаемые коллеги, решение принято. В принципе, движение этого вопроса понятно каждому. Я думаю, должно быть понятно особенно тем, кто собирается инвестировать, сделать, так сказать, возможность развития территории. Значит, пожалуйста, прошу определиться по голосованию после решения комитета. Мы можем проголосовать. Внимательно прошу голосовать. Единогласно. Спасибо, уважаемые коллеги. Тебе спасибо, уважаемый министр. И поэтому я так думаю, что работы очень много впереди. Можете присаживаться, Дмитрий Александрович. Значит, следующий вопрос. Проект закона о внесении изменений в закон Республики и об образовании в Республике. Вносится правительством Николай Горяевич, министр образования. Пожалуйста, на принципиальных вопросах материал у нас есть, чтобы мы могли осознанно принять участие в голосовании. Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые депутаты, Министерство образования и науки Республики Калмыкия представляет проект закона о внесении изменений в закон Республики Калмыкия образования Республики Калмыкия, который разработан в целях приведения в соответствии с нормами федеральным законом от 29 декабря 2012 года номер 273 об образовании Российской Федерации. Федеральным законом от 1 марта 2020 года номер 45 внесены изменения статьи 51 и 52 федерального закона о образовании Российской Федерации, согласно которым руководителям образовательных организаций и их заместителям, руководителям структурных подразделений образовательных организаций и их заместителям, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, предоставляется право на представление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. В связи с этим, представленным законопроектом, в закон Республики Калмыкия предусматривается реализация права руководителей государственных и муниципальных организаций, а также их заместителей и руководителей структурных подразделений, их заместителей на получение мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. При этом порядок предоставления и компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения указанным лицам будет устанавливаться правительством Республики Калмыкия. Принятие данного законопроекта потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета в объеме 81 094 рубля. Сумма эта связана с тем, что в связи с принятием этого закона получателем этой компенсации будет на данный момент всего 4 человека из 360 управленцев в системе образования, работающих в сельской местности. Это связано с тем, что основная масса управленцев, кроме управленческих функций, занимается преподавательской деятельностью и уже эту компенсацию получают. Уважаемые коллеги, доклад завершен. Вопросы. Пожалуйста, Николай Иванович. Добрый день, Николай Иванович. У меня один вопрос будет, Галагаря Иванович. Здесь перечислены сельские поселения, ОГТ и все. А куда наши города делись? Город Яковский, Лагань? Не попадает. А как же так? Федеральный закон, он регламентирует, это меры социальной поддержки педагогических работников, педагогические работники образовательных организаций, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, имеют право на представление компенсации и так далее. Это так же получается, как миллиончики, так? Что, что? Ну, помните, когда у нас было, когда учитель приезжает, значит, он оплачивает, все остальное, и туда опять не попадали, и Лагань не попал, и, значит, город Город Яковский. Мы об этом говорили, говорили, наверное, каким-то образом, значит, выходить на министерство, профилирующее, и каким-то образом этот вопрос решать, а ничем не отличается. Николай Иванович, на самом деле, как бы в этом направлении движемся. Мы вот буквально вчера подвели итоги проекта «Земский учитель», где все-таки министры региональные настояли на том, чтобы, значит, включили города до 50 тысяч населения. Да, это верно, да. Значит, и в этом проекте это реализуется. В настоящем законе, если мы сейчас примем это, значит, то это будет противоречить федеральному закону образования. Ну вот, рекомендацию, пожелание будет. Надо все-таки к таким-то образом включать дополнительные. Хорошо. Спасибо. А пожалуйста, Сергей Александрович, у меня выступление. А, выступление, вопросы еще есть? Нет, выступление, пожалуйста. Уважаемые коллеги, мы планомерно движемся по поддержке специалистов социальной сферы, которые работают у нас в сельской местности. В прошлый раз мы принимали преференции для врачей, сегодня для учителей, и у нас за бортом остаются работники библиотек. Когда мы приняли закон о поддержке медицинских работников, поступали заявления о поддержке непосредственно библиотекарей. Раньше такая поддержка была. Я пользуюсь случаем присутствия здесь Бога Васильевича, может быть, принять в работу этот закон, посмотреть, какая сумма требует для действительно внесения изменений и для поддержки именно библиотекарей, которые заняты в сельской местности. Ну, понятно. Ну, министр образования навряд ли ответит. Это пожелание... Да, да. Это Министерство культуры, поэтому, ну, если в форме просто пожелания... Да, да. Пожалуйста, еще желающие выступить? Нет. Решение комитета, Владимир Макотинович. Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые коллеги, уважаемые приглашенные, данный вопрос рассмотрен был на заседании комитета, действительно социально, социально направленный на поддержку. В связи с этим комитет рекомендует народному куралу принять данный законопроект, ну, с учетом одного предложения. Это в пункте 2, статья 1, слова частью 2, заменить словами частью 1. В принципе, это проявление нормы. Вопрос согласован. Техническая юридическая норма. Да, вопрос согласован, поэтому... Нет возражений, да? Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено. Если противоречий нет, прошу определиться по голосованию. По проекту... Голосованию по проекту, по стану. Прошу всех голосовать. Упорно кто-то не голосует. Ну, уважаемые коллеги, большинство достигнуто, решение принято. Спасибо, уважаемые коллеги. Мы продолжаем нашу работу. И следующий вопрос тоже у нас связан с образованием. Проект закона о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями республики в сфере профилактики безнадзорности и пронарушения несовершеннолетних. Вносится правительством. Николай Горяевич, пожалуйста, вам также поручено. Министерство образования и науки Республики Калмыкия представляет проект закона внесения изменения закона Республики Калмыкия о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями республики Калмыкия в сфере профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних. Разработан в целях увеличения численности специалистов, осуществляющих переданных государственными полномочиями республики Калмыкия в сфере профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних в Лисицком городском округе. В соответствии со способом расчета субвенции бюджета муниципальных образований на организацию исполнения органов местного самоуправления переданных государственными полномочиями в сфере профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних, приведенным в приложении к закону Республики Калмыкия от 15 апреля 2013 года о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями республики Калмыкия в сфере профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних, численность осуществляющих переданных государственными полномочиями Республики Алмыкия в сфере профилактики безнадзорности и правонарушения в Элисинском городском обраке установлено в количестве двух единиц, в том числе одна единица по должности муниципальной службы главный специалист и одна единица ведущий специалист. По состоянию на 1 января 2020 года, по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области Республики Алмыкия, численность детей в возрасте от 0 до 17 лет в городе Элиста составляет 31 702 человека или 48,7% всех детей в возрасте от 0 до 17 лет в Республике Алмыкия. Всего в Республике 65 106 человек от 0 до 17 лет. Количество рассматривших комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города и листы материалов превышает количество материалов, рассмотренных комиссиями, расположенных в районных муниципальных образованиях Республики Алмыкия. Так, в 2019 году комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города и листы было проведено 38 заседаний, из них 26 административных заседаний, где составлено 295 административных протоколов в отношении несовершеннолетних и их родителей, что составляет 65,4% всех рассмотренных комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Алмыкия дел с вынесением 451 административных протоколов. Я хочу отметить, что в каждом муниципалитете, муниципальном образовании, то есть во всех 13 сельских муниципальных образованиях тоже имеются комиссии свои. В четвертом квартале 2019 года на учете комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города и листы состояли 204 несовершеннолетних, из них на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних управления МВД России по городе Листа состояли 62 подростка, где 8 детей из семей, находящихся в социально опасном положении. Кроме того, 63 семьи находились в социально опасном положении, в которых воспитывается 142 ребенка. Должностные обязанности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия Республики Алмыкии в сфере профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних входят обязанности по осуществлению мониторинга семей, находящихся в социально опасном положении и труднодействительной ситуации. Так, специалистами администрации города Листы один раз в две недели, согласно графику, осуществляются рейды в семьи, находящиеся в социально опасном положении и труднодействительной ситуации. Также в целях пресечения правонарушений, совершаемых несовершеннолетними гражданами на регулярной основе специалистами осуществляется дежурство в общественных местах города Листы. В целях надлежащего функционирования Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Листы с учетом численности детского и подросткового населения города Листы, а также учитывая значительный объем работы специалистов, осуществляющих переданные полномочия, проектом закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон Республики Калмыкия о наделении органов местного управления отдельными государственными полномочиями Республики Калмыкия в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предлагается увеличить численность специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия Республики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Элистан на одну статную единицу. Уважаемые депутаты, прошу поддержать законопроект. Уважаемые коллеги, вопросы? Прошу рассмотреть по проекту. Есть предложение на Лесерины по проекту. Уважаемые коллеги, не будет возражений? Нет. Решение комитета прошу озвучить. Амутуна Михайлович, пожалуйста. Решение комитета рекомендовать Народному хуралу Республики Калмыки принять данный законопроект. Второе. Рекомендовать правительству Республики продолжить работу по совершенствованию деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение комитета озвучено. Не возникло противоречий? Если не возникло, определиться с голосованием по проекту. Он на руках. Режим голосования включен. Прошу голосовать всех. Это обязанность депутатов. Единогласно. Спасибо, уважаемый Николай Горяевич. Вам тоже спасибо. Анатолий Васильевич, можно реплику? Реплику не слышу. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый Анатолий Васильевич. Здравствуйте, уважаемые коллеги и приглашенные. Прежде всего, я хочу выразить благодарность председателю правительства Республики Калмыки Юрию Викторовичу Зайцеву за решение вот этого вопроса, по которому сегодня Николай Горяевич выступает, и благодаря которому удалось наконец-то увеличить численность комиссии до трех человек. И вот вчера я к Черстожевичу обращался. Сейчас здесь присутствует Боу Васильевич. Тоже вас хочу попросить поддержать и предоставить, повысить немножко ставку главного специалиста, это поставили на рано, хотя бы до начальника, ой, до заведующего сектора. И в прошлом году мы где-то 2 миллиона удалось выделить на увеличение бюджета деятельности всех комиссий по Республике, и около 900 тысяч было выделено на город Элисту. И получается сейчас 20, уже конец седьмого месяца, и прошло больше полугода. И очень прошу вас, уважаемые первые замкреды правительства, проследить за то, чтобы сэкономленные средства направили на улучшение материально-технической базы этой комиссии, потому что там старые компьютеры, отсутствуют старые принтеры, картотека вся ручная, и эти деньги им очень-очень понадобятся. Спасибо. Реплика есть, через четырех минут каждый имеет право. Значит, я думаю, что уважаемые коллеги, кто проглашенный, присутствует, и когда депутаты выступают, надо иметь в виду, что это не просто выступление, его надо брать на заметку, и в рамках правового поля, если это возможно, решать это дело, чтобы не было пустым звуком. Николай Ильич, вы на трибуне, мы продолжаем нашу работу, уважаемые коллеги, по предложению Комитета Народного хурала по образованию, здравоохранению, культуре и молодежной политике, социальной защите и спорту, мной было принято решение о проведении правительственного часа на тему о готовности системы образования и организации образовательного процесса в условиях расцвенения новой коронавирусной инфекции. Мы же понимаем, что буквально месяц остается до начала учебного года, и мы должны понимать, и родители должны понимать, и власть исполнительная, и органы местного самоуправления, к чему мы должны готовиться с учетом позиции федерального центра и нашего министерства. Поэтому мы считаем этот вопрос злободневный. Николай Игоряевич, вам, пожалуйста, 10 минут. Нет, мы потом вопросы и ответим. Хорошо. Прежде чем приступить к докладу, я хотел бы отметить, что в настоящее время, сегодня, то есть с 10 до 17 часов, идет большая конференция в онлайн-режиме с участием министра просвещения Российской Федерации Коротцова Сергея Сергеевича, и обсуждаются вопросы, связанные с организацией учебного процесса в условиях ковид. То есть это сейчас идет параллельно, скажем так, мое министерство тоже принимает участие в этой работе, и общие рекомендации по Российской Федерации будут сегодня приняты. Но, тем не менее, в целях подготовки к новому учебному году Министерством образования и науки Республики Калмыкия совместно с муниципальными органами управления образования организовывается работа по приемке образовательных организаций к началу 2020-2021 года. На основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от 11.03.2020 года о подготовке к началу учебного года в целях осуществления, мониторинга готовности и организации Республики Калмыкия осуществляющих образовательную деятельность к новому 2020-2021 учебному году Министерством образования и науки издан приказ от 28.03.2020 года о проведении приемки образовательных организаций осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Калмыкия. В этом приказе утвержден план график приемки образовательных организаций, утвержден состав Между meets известной комиссии по приемке образовательных организаций, находящихся на территории Республики Калмайкия, утвержден план подготовки образовательных организаций Республики Калмайкия, оставляющих образовательные действия к новому 2020-2021 учебному году, который предусматривает обеспечение соблюдения требований и выполнения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции. Определены сроки приемки образовательных организаций с 1 по 15 августа 2020 года. Копии актов проверки готовности образовательных организаций к новому учебному году рекомендовано представить срок до 15 августа 2020 года. В состав комиссии по приемке образовательных организаций включены представители Министерства внутренних дел Республики Калмыкия, УФСБ Республики России по Республике Калмыкия, МЧС России по Республике Калмыкия, Федеральные службы войск Национальной гвардии и представители Роспотребнадзора. Согласно письму Министерства просвещения РФ от 11 марта 2020 года, осуществляется ежедневное информирование Минпросвещения до 15 часов по состоянию на 18 часов предыдущего дня. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности образовательных организаций. Все данные о приемке размещаются в инфекционно-аналитической системе. Так, по состоянию на 27 июля в инфекционно-аналитической системе Министерства просвещения РФ предоставлены сведения к приложению номер 1 назначение должностного лица, ответственного за своевременное предоставление сведений. И по приложению номер 2 дата проведения оценки готовности организаций, составляющих образовательную деятельность. Таким образом, с 1.08.2020 года будет осуществляться ежедневный мониторинг готовности образовательных организаций. В 2020-2021 году подлежит приемке 322 образовательные организации, в том числе 161 общеобразовательных организаций, в числе которых 150 муниципальных общеобразовательных организаций, 110 дошкольных образовательных организаций, в том числе 108 муниципальных, 2 частные образовательные организации. 9 учреждений среднего профессионального образования, 1 частное, 6 подведомственных министерств образования с 3 филиалами, 2 учреждения других ведомств, это медицинское училище, медицинский колледж и колледж искусств. 42 учреждения дополнительного образования, 36 муниципальные организации, 2 муниципальные системы Министерства культуры и 4 подведомственные Министерства образования и науки Республики Калмыкия. В рамках мероприятия по подготовке к новому учебному году в ряде муниципалитетов по состоянию на текущую дату проводится текущий ремонт на средства из районных бюджетов. Ежегодно в рамках подготовки к новому учебному году в библиотеке образовательных организаций пополняется учебная литература. На текущую дату учебная литература уже поступила в городы Ковский, Молдербетский район, города Элисту, Сарпинский район, Ашалтинский, Яскульский, частично Целинный район и Лаганский район. К началу учебного года учебники всех издательств поступят в образовательные организации всего 51 422 учебника на сумму 19 636 500 рублей. В рамках подготовки к новому учебному году педагогические работники проходят ежегодный медицинский осмотр всего 7 345 работников, из них педагогов 4 481, из них охвачены медицинским осмотром в настоящее время 3600 человек, что составляет 80% обслуживающих персонал 2864, из них прошли уже медосмотр 2211, что составляет 77%. В соответствии со статьями 212-213 Трудового кода с Российской Федерации психиатрическим освидетельствованием должны быть охвачены 2947 работников, на сегодняшний день прошли освидетельствования 732 педагога. Конец учебного года и подготовка к новому учебному году прошли и проходят в особой эпидемиологической ситуации, в соответствии с поручением рабочих групп оперативного штаба по пребез коронавирусной инфекции при главе Республики Калмыкия, Министерства образования и науки прорабатывать несколько форматов организации учебного процесса в зависимости от эпидемиологической ситуации. Всего три формата рассматриваются на федеральном уровне и на региональном. Первый формат – это формат очного обучения с обязательным выполнением требований Роспотребнадзора, обеспечивающим безопасность всех участников образовательного процесса. Второй формат – организация учебного процесса в дистанционном виде. И третий формат – совместное использование очного и дистанционного формата. Использование формата очного обучения в условиях распространения коронавирусной инфекции должно предполагать обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса. 30.06.2020 года вышло постановление главного санитарного врача Российской Федерации об утверждении санитарно-эпидемиологических правил, санитарно-эпидемиологических требований к устройству содержания организации работы образовательных организаций и других объектов, социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В соответствии с пунктом 2.1 этих требований во всех образовательных организациях запрещается проведение массовых мероприятий, поэтому вопрос организации мероприятия 1 сентября пока открытый. Но во вчерашнем выступлении Сергея Сергеевича Кравцова было заявлено, что при соответствующих условиях в регионах возможно будет организовывать это мероприятие, и решение будет приниматься по муниципалитетам. В соответствии с пунктом 2.2 необходимо обеспечить ежедневную термометрию, предполагающую наличие бесконтактных термометров во всех образовательных организациях. Также необходимо в каждой образовательной организации иметь изоляторы, в случае если обнаружится кто-то с температурой, они должны быть изолированы, и соответственно потом приглашены медицинские работники. Здесь я хотел бы обратить внимание, учреждения, в которых дети и работники находятся круглосуточно, термометрию должны проводить два раза в сутки. В соответствии с пунктом 2.3 необходимо регулярное обеззараживание воздуха с использованием специального оборудования, рецинкрулятора воздуха, который можно использовать в присутствии людей. Уборка всех помещений в образовательных организациях должна проводиться с применением моющих дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией и графиком уборки. Необходимо обеспечить обязательно применение кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, школьную столовую, санитарные узлы, туалетные комнаты для гигиенической обработки рук. Для работы сотрудников пищеблока и обслуживающего персонала необходимы средства индивидуальной защиты, органов дыхания, одноразовые маски или многоразовые маски с сменными фильтрами, а также перчатки. В каждой образовательной организации должно быть обеспечено соблюдение питьевого режима с использованием одноразовой посуды. В соответствии с пунктом 3.2 в общеобразовательных организациях за каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования. Занятия должны проводиться по специально разработанному и согласованному с Роспотребнадзором Республики Калмыкия расписанию уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся. Исполнение этих требований предполагает использование двухсменной организации учебного процесса. Организация образовательного процесса в очном формате с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований потребует выделения дополнительных финансовых средств. Я перечислю объемы материалов, которые необходимы, те финансовые средства, которые указаны в докладе у вас. И у меня сейчас это будет корректироваться в связи с тем, что стоимость масок и всего оборудования на рынке сейчас достаточно активно снижается. Вы знаете, что маски уже 8 рублей стоят. Поэтому те цифры, которые были заложены, они как бы не совсем действительны. Значит, бесконтактных термометров понадобится 683. Если стоимость рассматривать в районе 2800, как последнее коммерческое предложение поступило, а там указано в докладе по 5000, то получается 1 912 400 рублей нам нужно на приобретение термометров. Это с учетом тех термометров, которые мы приобрели при организации единого государственного экзамена. Значит, средства индивидуальной защиты, маски, перчатки и так далее, здесь тоже стоимость меняется. Общая потребность 668 408 масок на организацию учебного процесса в первой четверти. Значит, по поводу обеззараживателей воздуха, здесь тоже стоимость меняется. Всего по класс-комплектам нам необходимо таких обеззараживателей воздуха, значит, 5240 штук. Только в системе общего образования, в школах, для того, чтобы в классном классе такой обеззараживатель стоял, значит, необходимо около 2000 штук. То есть, около 2000 класс-комплектов в системе общего образования. Кроме этого, существует система дошкольного образования и существует еще система дополнительного образования. Общая потребность 5240 штук. Здесь тоже по обеззараживателям воздуха, значит, средняя цена от 10 до 15 тысяч движется, и поэтому сейчас на рынке дезинфицирующие средства необходимы и, соответственно, одноразовая посуда необходима. В рамках проведения единого государственного экзамена, как я сказал выше, были созданы все необходимые условия для безопасности участников и старых пунктов проведения экзамена, поэтому часть оборудования, значит, это 255 термометров, 219 рециркуляторов воздуха имеется, но понятно, что их недостаточно для начала учебного года. Николай Греевич, две минуты еще надо завершать. Я сейчас буквально, значит, для общеобразовательных организаций с большим количеством обучающихся для выполнения требований Роспотребнадзора нам придется, во-первых, ввести двухсменную работу, во-вторых, значит, шестидневную неделю, то есть уйти от пятидневной недели. Значит, что касается дистанционного формата обучения, об этом много уже говорилось, много писали, я на некоторые позиции обращу внимание, это процесс, в принципе, мы прошли и связанный с организацией основного учебного процесса и дополнительного учебного процесса, и, значит, работы в летний период. Основные проблемы, это, значит, проблемы, связанные с недостаточностью, скажем так, средств компьютерных в образовательных организациях. Это вопросы решаются, и я в этом плане хотел бы информировать вас о том, что за последнее время мы достаточно серьезно, скажем так, увеличили оснащение компьютерами образовательной организации. Значит, значит, на средства резервного фонда правительства Российской Федерации, значит, нами было закуплено 500 комплектов автоматических рабочих мест, то есть АРМ полных комплектов. И вот, отвечая на вопрос Арслана Александровича, я хотел бы сказать, что все КДН и органы опеки получили новую технику тоже из этой системы, скажем так. И они уже новую технику получили, они как бы работают. Значит, кроме этого, значит, есть региональный проект цифровая образовательная среда, в рамках которой 5 общеобразовательных организаций, 3 организации среднего профессионального образования тоже получат достаточно серьезную технику, и они начнут работать. Есть региональный проект современная школа, в рамках которой реализуется проект точки роста, и в этом году 41 школа тоже получит компьютерную технику, не только компьютерную технику, будут оснащены кабинеты информатики, ОБЖ. Поэтому, значит, 41 школа в этом году и 24 школы в следующем году. Что касается самого интернета, здесь я хотел бы отметить, что Республика у нас участвует в федеральном проекте по обеспечению общеобразовательных организаций высокоскоростным интернетом. Соответственно, в прошлом году у нас 41 школы были оснащены, в 2019 году и в 2020 году предполагается еще 49 школ оснастить высокоскоростным интернетом. Понятно, что с интернетом есть еще проблемы в связи с тем, что, к сожалению, проект предполагает обеспечение интернетом саму образовательную организацию сельской местности. Понятно, если при дистанционном формате обучения ребенок находится дома, соответственно, вопросы, связанные с использованием этого высокоскоростного интернета, они открытыми остаются. У меня было предложение к главу муниципальных образований совместно с основным провайдером Ростелекомом. Мы проводили рабочее совещание по поводу того, чтобы использовали роутеры для того, чтобы сам сельский населенный пункт был обеспечен интернетом. Что касается гаджетов, у нас потребность в малообеспеченных семьях достаточно высокая, около 4000 человек. Нужно обеспечить современными устройствами, то есть, допустим, планшетами, для того, чтобы они могли участвовать в образовательном процессе беспрепятственно. Понятно, что есть проекты Единой России, в том числе, по обеспечению детей из малобеспеченных семей этим оборудованием. Проект реализуется и на региональном уровне у нас, и некоторые муниципалитеты сами привлекают спонсоров, закупают оборудование. Но этого пока недостаточно. Еще есть потребность около 4000 человек. Все, спасибо. Коллеги, действительно очень интересная тема. И с точки зрения цифровых мероприятий, и с точки зрения возможности сонного обучения, не исключается это все. Поэтому ко всему надо быть готовыми. И вот сегодня действительно ежедневный режим контроля на федеральном и региональном уровне ежедневно. Я думаю, позволит пройти к более серьезной подготовке к первому семье. Вопросы к Николаю Горяевичу. У нас правительственный час. Несколько другая форма. То есть вопросы и пожелания. Сразу вопросы и пожелания. Пожалуйста. Ну, в связи с тем, что последние несколько месяцев дети учились дистанционно, возникло очень много вопросов у их родителей. Оказалось, что учителя не готовы к этой форме обучения. А родители увидели качество уроков. И у меня такой вопрос. Вот сейчас учителя, в принципе, отдыхают, да? Предусмотрены ли вами курсы для учителей по дистанционному обучению? Это первый вопрос. Это необходимо сделать, потому что не все учителя, скажем так, хорошо владеют и компьютером, и программами. Второй вопрос. Перед тем, как откроются школы, будет ли проведено тестирование на коронавирус всех учителей? А это надо сделать. Мы уже имеем опыт с нашим избиркомом, когда не провели тестирование на коронавирус члена ВУИКов справа лишающего голоса. И третий вопрос. Вот у нас есть цифровое правительство, министерство, да? Мне до сих пор не совсем понятно, зачем мы выделяем столько денег на его деятельность. Какую помощь вашему министерству оказывало это министерство? Три вопроса понятны, да? Пожалуйста. Значит, по поводу курсов для педагогов, которые занимаются дистанционным обучением. Мы и в марте месяц, и впоследствии организовывали такого рода курсы, но опыт показал, что вопросов достаточно много. И поэтому в летний период мы подключились к курсам, которые проводятся на федеральном уровне. И на уровне нашего КРИП-КРО продублировали ряд курсов. В настоящее время прошли обучение по этим курсам около 300 педагогов, но этого недостаточно, я понимаю. Но в любом случае министерство просвещения Российской Федерации предоставляет платформы, на которых любой желающий педагог или родитель может пройти обучение по форматам дистанционного обучения. Я просто хочу отметить, что на самом деле вопрос не только в том, что педагоги не владели теми или иными возможностями использования современных информационных технологий. В большинстве случаев вопрос заключался в том, что не разработаны методические материалы по организации этого процесса. До сих пор не определены механизмы оценки, которые можно было бы использовать при дистанционном обучении. Каким образом оценивать учащихся, как это все должно обеспечиваться в образовательном процессе, как это можно использовать или нельзя использовать. Если сейчас дистанционный формат будет использован, то те всероссийские проверочные работы, которые с весеннего периода перенесены на осенний период, и министр просвещения говорил о том, что эти мероприятия будут в очном формате проведены для того, чтобы оценить результаты того дистанционного процесса, то в осенний период, если в дистанционном этом формате будет происходить, пока нет механизмов оценки работ учащихся. По поводу тестирования на коронавирус. Этот вопрос я несколько раз поднимал перед Роспотребнадзором, но, к сожалению, позиция Роспотребнадзора такая, что любое тестирование на самом деле имеет смысл сегодня. После того, как рабочий день закончился, учитель пошел домой, и, соответственно, утром у него не было коронавируса, завтра у него может оказаться коронавирус. Поэтому целесообразность организации, так как если выборы проходили в определенное количество дней, то образовательный процесс живен на весь год, поэтому проводить ежедневное тестирование педагогов – это невозможно. Ну, будет же проводиться ежедневная проверка их температуры, соответственно. Поэтому, когда дети придут к началу, хотя бы родители должны быть уверены, что учителя не заразились коронавирусом. Наталья Сергеевна, я принимаю ваше предложение. Я сам не раз обращался к Роспотребнадзору по этому поводу, для того, чтобы контролировать хотя бы выборочные порядки. Ведь не секрет, что у нас в день голосования по поправкам людей пускали с температуры. У меня есть эти примеры. То есть, просто не исполняется? Значит, понятно, Николай. Давайте мы прообразование. По поводу Министерства цифрового развития я хотел отметить, что два проекта, о которых я говорил, реализуются в Министерстве цифрового развития. В частности, проект, связанный с обеспечением высокоскоростным интернетом, образовательных организаций, провайдером является Росселеком, а заказчиками является Министерство цифрового развития. То есть, они в этом направлении движутся, соответственно, они еще контролируют вопросы развития цифровой экономики. Поэтому здесь я хочу сказать, что у нас совместная работа налажена. Понятно, что много проблемных моментов, которые еще до сих пор не решены, но они будут решаться. Спасибо. Так, пожалуйста, нет, мы по порядку. Батар Сергеевич, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Николай Горяч, у меня к вам несколько вопросов. Первый вопрос по новым школам. Что у нас с кадетским корпусом в городе Яковске, когда его достроят, да? И не постигнет та же участь школы в Дербетах и в Троицком? Учтены ли при строительстве этих школ те ошибки? То есть, помните, да, когда в кадетский корпус были приобретены 150 ноутбуков по 90 тысяч рублей, а в новую гимназию там 70, около 70 ушек, что ли, больше, чем во всем городе, наверное, во всех школах города. Так, это первый вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, информацию в средствах массовой информации по поводу приобретения большого количества квадрокоптеров в разрезе постоянных жалоб детей и родителей на духоту и отсутствие сплетсистем при издаче ЕГЭ. Ну и третий вопрос, это вот по поручению президента Российской Федерации в послании к Федеральному Собранию с 1 сентября 2020 года во всех школах должно быть организовано бесплатное горячее питание для детей и младших классов. Но если вдруг 1 сентября мы все-таки начнем дистанционно, готовы ли вы, и как вы планируете реализовать это поручение? Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, очень лаконично отвечайте, пожалуйста. Сейчас, минуточку. Значит, первое, по новым школам. Я бы хотел сказать, что процесс идет. Понятно, что те проблемные моменты, которые возникли при строительстве кадетского корпуса, они на самом деле учтены не только нами, но и Федеральным министерством строительства. Я имею в виду, в марте 2020 года появились три распоряжения Министерства строительства Российской Федерации, которые, значит, дают возможность начинать строительство, не имея проектно-смендокументации, и, значит, как рассчитывается средство на проектирование и строительство совместно. То есть, на самом деле, основная проблема, которая возникла при строительстве кадетского корпуса, это было связано с тем, что проект был сырой на начале... Значит, сейчас идет судебный процесс в этом плане, и, как бы, решение суда еще не вынесено. В связи с коронавирусной инфекцией, значит, заседание суда, там, переносилось с 2 апреля на 15 мая, с 15 мая на 9 июня, потом, в конце концов, на 9 июля, то есть 9 июня поручили провести, значит, экспертизу дополнительную, и 9 июля этот процесс, как бы, начался. Я просто хочу сказать, решение суда еще не вынесено, поэтому те средства, которые предполагается выделить по решению суда, они, как бы, еще, как бы, не определены. Что касается школы Малых Дербетов и Троицком, и того, значит, что вы сказали по оборудованию, здесь я хочу отметить следующее, что, значит, существует два приказа, это 36-й приказ и 465-й приказ, сейчас уже в сентябре месяце, он отменил предыдущий, который определяет перечень оборудования для, значит, строящихся образовательных организаций. Мы не должны отклоняться от этого перечня, соответственно, инфраструктурный лист с оборудованием, который покупается, согласуется с Министерством просвещения. Точно так же по квадрокоптерам я хочу сказать, во-первых, там эти квадрокоптеры будут распределены по образовательным организациям, как я выше сказал, 41 образовательных организаций участвует в проекте «Точки роста», и, соответственно, каждая школа получит по 3 квадрокоптера, сельские школы при этом, вот эти 41 школа. Значит, это тоже, соответственно, оборудование, все согласовано с Министерством просвещения в рамках федерального проекта по информатизации в том числе и так далее. Значит, в инфраструктурный лист, что такое инфраструктурный лист, понятно, да? Там все, значит, оборудование перечислено с технологическими характеристиками. То есть, если мы, значит, отходим от этого инфраструктурного листа, федерация нас не финансирует просто. Здесь вот такая позиция по оборудованию, по закупке оборудования для школ. По Троицкой школе и по Малдербетской школе оборудование еще не закуплено. В настоящее время, по-моему, по Троицкой школе уже несколько лотов выставлено на торги. Значит, до конца года, я думаю, мы отторгуем. По поводу, значит, самих объектов, я хочу сказать, что процент готовности и Троицкой, и Малдербетской школы достаточно высокий. Значит, нарушений графика строительства пока нет. Я думаю, мы должны уложиться в сроки до 1 января 2021 года, мы эти школы введем. По поводу кадетского корпуса, есть проблемы с финансированием, но последняя экспертиза, которая проводилась в правительстве Республики Калмыкия, то есть лично Юрий Викторович Зайцев с командой был на этом объекте. Соответственно, процент готовности тоже достаточно высокий. Все те замечания, которые вами были высказаны по поводу кровли там и все прочее, все это уже устранено. Сейчас ведутся работы по внутренней отделке и по спортивной площадке, но отсутствие финансирования не дает возможности организовать нормальные темпы строительства. Объект тоже будет введен в этом году, поэтому, значит, по поводу того, что вот сплит-системы на ЕГЭ, мы добились того, чтобы все пункты проведения единого государственного экзамена были обеспечены сплит-системами. И, значит, в период проведения единого государственного экзамена жалоб на температурный режим в аудиториях не было. Были комментарии в начале проведения, связанные с тем, что, скажем так, сплит-системы включают, выключают, но это проблемы, которые одномоментно невозможно было устранить. Это связано в целом с климатической обстановкой Республики и энергетическими возможностями, допустим, в городе. Спасибо. Это привело к тому, что включение сплит-системы и вообще в целом, по, допустим, микрорайонам, выключало весь микрорайон от света. А то другие депутаты нервничают, тоже хотят сказать. Николай Ильич, пожалуйста. Ну, я не нервничаю. Я по питанию еще хотел бы сказать, это нужно обязательно прокомментировать. Дорогие мои коллеги, без обид, давайте готовиться и задавайте под данным вопросом. Ну, что такое? Если уже министр стоит, полчаса объясняет. Так, пожалуйста. Не-не, ну, по питанию, скажи. Николай Ильич, а что вы скучаете? Да, да, пожалуйста. По питанию. Значит, по школьному питанию. Я бы хотел сказать по школьному питанию. Было поручение правительства Российской Федерации в связи с реализацией обращения президента к Федеральному собранию. Значит, идти в начальной школе, значит, обеспечить питанием за счет средств государственных. Значит, при этом были названы сроки с 2020 по 2023 год. Все в 2023 году, все 100% школ должны организовать это питание. Здесь я хочу отметить, что республика попала в число регионов, в которых были образовательные организации, без пунктов питания. Строить пункты питания в этих образовательных организациях, ну, скажем так, было не совсем целесообразно, а в связи с тем, что количество учащихся в этих школах достаточно маленькое. Ну, допустим, Челухомурская, СОЖ, там 4 человека всего в начальной школе, да, значит, Зултурганская 15 человек, Юзинская 15 человек. Ну и сколько мы будем питать? Здесь ситуация следующая. Пока на федеральном уровне решение не принято, но у меня есть обращение, значит, рабочей группы при Комитете Государственной Думы по образованию. Значит, первый заместитель представителя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, Анищенко, значит, обратился по поводу того, чтобы, значит, вот эти 100% готовности всех образовательных организаций к организации горячего питания, значит, вот эту позицию вообще Министерство просвещения не рассматривало. Рабочая группа неоднократно отмечала недопустимость создания прецедента, когда школьники начальных классов в отдельных субъектах, обучающихся тех образовательных организаций, где созданы все необходимые условия для горячего питания, не получат федерального софинансирования на обеспечении их горячим питанием. При этом, по информации Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов, средства, достаточные для обеспечения субсидиями всех субъектов Российской Федерации, предусмотрены в федеральном бюджете. Рабочая группа поддерживает предложение Роспотребнадзора разрешить субъектам Российской Федерации обеспечивать продуктным набором за счет средств региональных бюджетов, обучающих в тех образовательных организациях, где создание всех необходимых условий для горячего питания невозможно или экономически нецелесообразно. Итого в сухом остатке что? В сухом остатке следующее. В настоящее время на федеральном уровне решение пока не принято. У нас четыре образовательные организации, которые я перечитил, три в Екапурольском районе, одна в Сарпинском районе. Значит, пункты питания сейчас делают, муниципальные средства выделены на это. Они реконструируют имеющееся помещение. До 1 сентября они будут обеспечены пунктами питания. Соответственно, мы на 100% в 1 сентября будем готовы. Такое письмо я уже направил на Инстерство просвещения о том, что в настоящее время там позиция была на 15 июля. 100% готовности организации питания у нас нет. Но вот к 1 сентября эти четыре образовательные организации будут готовы. Хорошо, спасибо. Николай Иргенович, пожалуйста. Можно? Я не получил ответа. Давай потом. Антон Иргенович. Николай Иргенович, у меня будет три вопроса будет, значит. Первое, в связи с тем, что с 1 сентября у нас в особых условиях начинает учебный год. И там предусматривается, в каждой школе должны быть врачи. Первое, где мы их сколько возьмем? С учетом того, что по 15 человек группа будет, да, и у меня переходят на двухсменную работу, значит, дополнительно будет, нужно будет, значит, подтягивать педагогов. Значит, и третье, там получается сразу повышение заработной платы. Каким образом, как это присмотрено, как мы будем начинать работать в этих условиях? Спасибо. Если можно покороче отвечать, чтобы понять. Значит, по врачам у нас в каждой образовательной организации есть медицинский работник или прикрепленный медицинский работник. Соответственно, присутствие этого медицинского работника в каждой образовательной организации пока у нас невозможно. С Минздравом этот вопрос мы уже обсуждали, так как один работник прикреплен к нескольким школам, да, получается. Здесь есть проблема, которую мы сейчас с Минздравом обсуждаем для того, чтобы в каждой школе был закреплен медицинский работник. Пока возможности Минздрав не имеет в связи с тем, что большее количество врачей у них задействовано в изоляторах. Значит, что касается групп по 15 человек, такого в самом постановлении жесткого решения нет. Главное, чтобы дети в одной группе, хоть их 15-20 человек, они находились вместе без прихода детей извне, с других групп. Смешивание групп не происходило. Это основное требование. И спасибо большое, Николай Ильич, на то, что вы обратили внимание на повышение заработной платы. Организация учебного процесса в условиях COVID, в тех условиях, о которых я сказал, двусменная работа, шестидневная неделя и так далее, и так далее. Параллельно еще дистанционное обучение. Часть с тем будет выводиться в дистанционное обучение. Это потребует дополнительных усилий со стороны педагогических работников. И было бы хорошо, если ХУРАУ поддержал Министерство просвещения в плане того, чтобы поддержать педагогических работников в повышении заработной платы. Значит, большое спасибо, что на прошлой сессии поддержали работников образования, которые задействованы в организации единого государственного экзамена. Мы значительно увеличили оплату. И, скажем так, учителя большое спасибо передают. Спасибо. Пожалуйста, депутат Ангирова. Добрый день. Пользуясь случаем, я хотела бы выразить благоданность правительству Республики Калмыкия и Министерству образования Николаю Горяевичу, в частности, вам, действительно, как вы сказали, за увеличение консенсации педагогам, которые участвуют в государственной итоговой аттестации. Но у меня к вам два вопроса, Николай Горяевич, и одно пожелание правительству Республики Калмыкия. Вот у нас завершился основной этап государственной итоговой аттестации, и уже Минпросвет опубликовал предварительный средний тестовый балл результатов ЕГЭ по учебным предметам за 2020 год. И даже в сравнении с 2016 по 2019. И вот из-за вынужденного перехода обучения на дому, из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, какой средний балл у нас в регионе, остался он на прежнем уровне, либо вырос, либо мы замечаем понижение. Второй вопрос. В своем докладе вы озвучивали основные требования Роспотребнадзора к организации образовательного процесса. Понятно, что Роспотребнадзор дает нам установки, которые надо выполнять с целью сохранения здоровья школьников и их родителей. Но, как уже сказал Николай Ирнеевич, у подавляющего большинства школ нехватка педагогических кадров. Мы не услышали ответ, как мы планируем решать эту проблему. Будем ли мы привлекать, может быть, студентов к ИГУ старших курсов, возможно ли это. Поскольку вы в своем докладе отмечаете одну из форума, это смешанное обучение. То есть, я так понимаю, часть детей у нас будут учиться очно, часть, возможно, будет дистанционно. То есть, это понятно, что педагога у нас не хватает. И как будут работать дошкольные образовательные организации, потому что в прямом эфире, когда вы ведете, часто очень задают вам вопросы родители. Они обеспокоены. Кто будет смотреть за их детьми. Ну и третье мое обращение связано тоже с вашим докладом. В своем докладе вы также озвучили лободневную тему. Это прохождение медицинского осмотра педагогами Республики Калмыкия. Я не знаю, к сожалению, как ситуация у нас в районах с медосмотров, но у нас она в городе критичная. Первый момент. Мы до сих пор не получили выплаты компенсационные с 2018 года, к сожалению, а уже 2020 год. Из-за сложившейся сложной эпидемиологической ситуации, к сожалению, на оберштабе в этом году не перенесли медицинский осмотр педагогами. И педагоги вынуждены, мало того, что в жару и в такой сложный период у нас в городе с 8 утра ходить по всему городу. Ходить я вот хочу здесь прям пояснить. Начиная с поликлиники, далее мы перемещаемся в медколледж, далее мы идем в диспансер, мало того, нужно еще дойти до нарколога и психотерапевта, который находится по улице Ленина. Весь медицинский осмотр занимает у педагога 2-3 дня. С учетом сложившейся, еще раз повторяю, сложной эпидемиологической ситуации. И в этом году ряд школ, к сожалению, мы заключили ряд договоров с обществом, ограниченной ответственностью человек с Ростовской области. Прохождение медицинского осмотра составляет 1500 рублей с одного педагога. То есть понимаете, сколько денег уходит в другой регион. У меня, знаете, буквально на прошлой неделе ко мне обратилась Антонина Ивановна, и у меня даже сегодня это не просьба и не обращение, это крик души. На самом деле это проблема, которая уже годами у нас сложилась в Республике Калмыкия. И мне просьба правительству Республики Калмыкия, Министерству образования Республики Калмыкия решить эту данную проблему. Да, графики есть прохождение, я согласна. Но опять же, согласно этому графику, мы, повторюсь, педагоги, ну, не знаю, ходим по всему городу с утра и до самого вечера. Почему нельзя проходить медосмотр в одном месте? Вот как к нам заезжает сегодня Ростов, он приезжает лично ко мне в тех лицей, у меня во дворе стоит машина. Все, одним днем мы проходим, точно так же во все школы. У нас есть медицинский колледж, есть диспансер. Почему мы в одном месте не можем никак это организовать, создать условия для наших педагогов? Спасибо. Без комментариев, потому что время и министру, и правительству, и муниципалитетам. Тут муниципалитеты, мы товарищу Трапезнику об этом сказали буквально тут днями. Значит, ну, правительство у нас сыграет здесь такую вот роль, координирующую. Ну, мы же не глухонемые, мы же видим, слышим. Поэтому, так вот, я поддерживаю Борисовну, потому что я просто въехал в эту тему два дня назад и понимаю, что это такое. Поэтому, Сергей Александрович, и будем завершать выступление. Да, у меня два коротких вопроса. Антон, вы мне не дадите прокомментировать? Дадим, дадим. Сейчас скажем. Николай Горяевич, скажите, пожалуйста, как будут организованы уроки физкультуры в новых условиях? И второе, когда влаше министерство совместно с администрацией города решит вопрос или проблему отсутствия спортивного зала в Калмыцкой национальной гимназии по улице Ленина? Спасибо. Ну, с Болгута Борисовны начни ответ и сразу Сергей Александрович. Я извиняюсь. Хорошо. Значит, по поводу средних баллов. Значит, здесь ситуация следующая. По тем предметам, которые мы уже оценки получили, средний балл действительно, скажем так, увеличился. Я не буду конкретные цифры приводить, я просто хочу отметить, что, допустим, количество стоп-бальников по русскому языку в прошлом году у нас было 11, в этом году 22. По истории, по информатике, по литературе у нас впервые появился стоп-бальник там, ну и так далее. То есть, в целом, ну, можно сказать, дети имели возможность еще лишний месяц готовиться к ЕГЭ и уже целенаправлены для поступления, соответственно, отпали ситуации психологически связанные с тем, что это было привязано к аттестату, то есть аттестаты они получили до начала ЕГЭ, и, соответственно, это прошло в другом режиме, ну и результаты выше прежних лет. Значит, по поводу дошкольных образовательных организаций, значит, решение принимает оперативный штаб в зависимости от эпидситуации. Если оперативный штаб позволит нам открыть дошкольную образовательную организацию, мы откроем, мы готовы к этому. Значит, по поводу медицинских осмотров, это вопрос, на самом деле, как к учредителям, то есть это ответственность учредителей образовательных организаций, связанных с муниципалитетами, они должны заниматься организацией. Понятно, что с нашей стороны, со стороны министерства должен организован быть контроль, соответственно, я все предложения Булгана Борисовна принимаю, и поэтому мы это все с муниципалитетами обсудим. По поводу физической культуры, уроки физической культуры проводятся на улице, значит, пока в осенний период, погода позволяет, поэтому здесь никаких опасений нет по поводу организации этих уроков, уроки остаются. По поводу Калмыцкой национальной гимназии, значит, мы уже несколько раз поднимали вопрос о строительстве новой национальной гимназии. В настоящее время у нас заключено два соглашения по строительству новых школ. Это школа в южном районе города на 825 мест, и другое соглашение еще не подписано, но есть уже распределение Министерства просвещения, это школа на 800 мест в микрорайоне Молодежный. Предполагается, что Калмыцкая национальная гимназия переедет в микрорайон Молодежный в школу на 800 мест. Сроки строительства 21-22 год. Значит, и первый микрорайон, микрорайон Молодежный, за танком где. Значит, земля уже отведена, сейчас ведется период проектирования, значит, проект будет готов, я думаю, там все будет решено. Согласен, Анна, буквально уточняю еще вопросы, пожалуйста. Уважаемый Николай Горяч, в рамках правительственного часа готовности все-таки нашей системы образования и организации образовательного процесса в условиях COVID-19, вы вчера при обсуждении на социальном комитете озвучили три варианта нашего подхода и видения прогноза обучения наших учеников. Это дистанционный, это смешанный, это очная форма обучения. Вы сегодня это озвучили, Николай Горяч, конкретно по цифрам есть расчет потребностей из трех вариантов, по которым мы будем работать. И с учетом вчера информационного сопровождения, которое озвучил профильный министр образования Кравцов, каким образом к первому сентября, в том числе наш субъект, по какому из вариантов пойдет? На Ваш взгляд, как министр образования? Спасибо. Я хочу отметить, что общая позиция министров региональных все-таки запустить учебный процесс в очном формате, с выполнением всех требований Роспотребнадзора. Выполнение требований Роспотребнадзора при первом подходе, который мы рассчитали, произвели расчет, это потребует дополнительных финансовых средств в общем объеме около 16 миллионов рублей. Что касается организации учебного процесса в дистанционном формате, я уже говорил о том, что есть потребность обеспечить гаджетами около 4 тысяч учеников. Это приблизительно то. Почему я уточняюсь, то есть вопрос стоит перед нами как депутатами. Либо этот вопрос решаете за счет лимитов, имеющихся и в рамках госпрограммы, либо дополнительно необходимо будет нести поправки в республиканский бюджет. Спасибо. Я понимаю, что на организации учебного процесса у нас большая часть образовательных организаций муниципальные, соответственно, ответственность по финансированию этого процесса лежит на муниципальных образованиях, соответственно, они эти вопросы уже решают, допустим, город уже закупает больше 300 термометров. То есть процесс идет, муниципалитеты работают. Как это будет отражено в консолидированном бюджете, я как бы не могу пока сказать. Общие цифры у меня есть, но это все-таки ответственность муниципалитетов. Уважаемые коллеги, еще один из выступающих держит предложение. Пожалуйста, Вячеслав Ильич. Добрый день. Николай Григорьевич, вот по моменту дистанционного обучения, вот ситуация показала, что во время обучения детям необходимо буквально присутствовать на уроках онлайн. И в сельской местности, я так понял, это очень тяжело, да? То есть не у всех... Ну, это вот сельская местность, специфика заключается в том, что сидя на ферме или на точке, где нет интернета точно, ребенку достаточно тяжело участвовать в процессе. В самих селах? В самих селах, то, что касается образовательной организации, как бы здесь с интернетом нормально, но по населенному пункту везде по-разному. Есть где обеспечено, есть где нет. Вот, Николай Григорьевич, я вот хотел для информации, на сегодняшний момент на территории республики скоро будут уже зарегистрированы новые предприятия под торговой маркой Megalife, это интернет-провайдер, они проводят по республике сразу, по селам, сегодня по райцентрам, оптиковолокно. Почему я об этом говорю? Потому что уже независимо, один или сто человек одновременно сядут на интернет в будущем, при дистанционном обучении, это даст уже положительный эффект. Для того, чтобы как-то организоваться, я думаю, в дальнейшем вам будет интересно пригласить, послушать, почему, потому что они готовы даже в республике зайти в дальние села, то есть при небольшой помощи, все это можно согласовать. Хорошо, спасибо. Мы проводили общее совещание с приглашением всех провайдеров и Мегафон, и Ростелеком, значит, все они участвовали, в принципе, покрытие по республике у нас достаточно хорошее по сравнению с другими регионами, но есть, конечно, проблемы, есть населенные пункты, где интернета действительно нет. Уважаемые коллеги, выступления мы договорились, завершились. Пожелания, есть еще пожелания? Пожалуйста, Батянович, ты что-то еще хотел сказать? Николай Горяевич, я хотел поблагодарить, значит, предоставительный доклад. Я понимаю, что в этих условиях, по-моему, сложно работать, естественно, нагрузка очень большая, но тем не менее, значит, вот по пожеланию, значит, может, посмотрите, все-таки вернемся к тому, что, значит, людей, которые находятся на пенсии, будете их привлекать, почему? Потому что закрыть тот брешь, который сегодня образовался, с учетом, вот, к сожалению, такой же ситуации, у нас очень будет сложно, в том числе не только по врачам, но я имею в виду и по педагогам. По повышению заработной платы, если, например, у вас будут предложения какие-то, я считаю, что мои коллеги все поддержат, почему? Потому что учебный процесс прерывать никто не собирается, необходимо, то есть сложные обстановки для работы. Ну и еще один вопрос, я вот коллеге хотел пожелать, когда она сказала, что на сегодняшний день вот не оплачиваются те услуги, которые медицинские, которые, значит, должны предоставить муниципалитеты. Это, кстати, вопрос, он не первого года, он уже несколько лет стоит. У нас есть, значит, муниципалитеты, которые через пяти лет вообще не оплачивают учителям вот эти услуги, которые обязаны все это делать. У меня будет вам предложение, значит, вот 13-е будет выборы, выборы, радикально поступите, значит, обратитесь ко всем, значит, педагогам, которые участвуют, в участковых избирательных комиссиях, значит, откажитесь, скажем, мы не будем участвовать. И все. Деньги, я еще раз говорю, найдут. Я вам обещаю, буквально найдут через учение двух людей. Спасибо. Это уже политический призыв. Значит, уважаемая Наталья Сергеевна. У меня есть одно пожелание. Так, пожелание, пожалуйста. Как раз вот тему, которую начали. Значит, я считаю, что учителя должны заниматься своим непосредственным делом, а именно сеять разумное, доброе, вечное. И не участвовать в избирательных кампаниях. У меня большая просьба к министру образования. Выступите с ходатайством правительства Республики Калмыкия. Нужно вывести все избирательные участки из школ, перевести в другие организации. Сколько негатива на себя принимают учителя наших школ. Перестают уважать учителей из-за этого. У меня большая просьба к вам. Сделайте это. Спасибо за пожелание. Баттер. Тоже хотел поддержать. В Грузии это сделали вот в два шага буквально. Все. Лишили учителей права участвовать в комиссиях. И из школы брали все избирательные участки. И все действительно учителей хоть зауважали. А то их превращают, я не знаю, в каких-то исполнителей. Уважаемые коллеги, вот ряд пожеланий, которые явно можно прописать прямо сегодня, связанных с медицинскими делами. Вот то, что было, надо нам сегодня подработать завтра этот документ, чтобы он наполнился вот этими нашими пожеланиями. И имел, так сказать, рекомендации к правительству. Для того, чтобы можно было более активнее реализовать те или иные вопросы. Проект постановления на руках прошу проголосовать. Режим голосования включен. Спасибо. Большинство достигнут. Решение принято. Николай Алексеевич, спасибо. Уважаемые коллеги, хотел посоветоваться. Дальше у нас вопросы проектного плана. В принципе, нам вот есть какая-то рекомендация провести заседание до двух с половиной часов. Значит, может быть, не будем делать перерыв. И пройдемся по проектным вопросам. Ну и себя несколько сбережем и ситуацию пройдемся. Тем более на комитетах их рассмотрели. Не будет возражений. Я зачитываю, если будет, останавливаю. Маски пора менять. Маски пора менять. У нас есть маски? Ну, Сангвара, позвони, пусть пронесут маски. Сейчас мы маски. Ну, это надо сейчас идти за одним, дышать за... Да, пусть принесут. Да, и только, чтобы старые сворачили. Уважаемые коллеги, заменим сейчас походу. Маски есть у нас, мы приготовили. Да, все-все понятно. Отпустим его. Я с вашего разрешения. Так, пожалуйста. Уважаемые коллеги... Николай Горяевич, вот добейся, чтобы участковую комиссию из школы брали, и учителя не участвовали. В историю войдешь хоть. А то уже сколько лет министр, надо сделать такой существенный шаг. Уважаемый работник, вот сюда, прям походу, вот так. Начинай вот с того ряда, с Вовова, вот отсюда. Вот влево, влево давайте оттам. Нам министр финансов нужен? Нет. Нет, я думаю, буквально 15 минут подождет. Подождет. Дальше есть вопросы. Не, 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 пусть сидит. Сегодня 49 сумочек заражения. Не, не, не. Давайте минимизируем количество. Роспотребнадзор рекомендует через 24 минут. Спасибо. Я ему передам. Давай я прокушу. Да, мы сейчас будем оперативно. Так, да? Получится, получится. Давайте правильно организуемся, получится. Рассматривается проект закона Республики Калмыкия о внесении изменений в отдельный законодательный акт Республики Калмыкия. Вносится комитетом народного хурала по вопросам законодательства законности. По проекту есть предложения? Так, давайте пожелать, если нет, пожалуйста. Это важный закон. Так, давайте, Михаил Николаевич, или вы сразу предложения какие-то по нему? Михаил Николаевич, докладывайте тогда. Продолжения давайте. На период исполнения депутатской обязанности там вопроса был 6 дней, либо от 2 до 6, основная суть была. Поэтому, мне кажется, можно у кого-то, если замечание выскажет, запутал. Наталья Сергеевна, пожалуйста, выступление по вопросу. Тебе дали, подождите. У меня вопросы в основном по статье 2. Внесение в закон изменений в закон Республики Калмыкия о статусе депутата народного хурала. Вы по этому вопросу говорили сейчас? Я прослушала. Нет, нет, это вопрос другой. Доложи, Михаил Николаевич, тогда. Тогда в двух словах. В соответствии с федеральным законом от 24 апреля 2020 года речь шла об осуществлении деятельности без отрыва от основной деятельности для осуществления своих полномочий гарантируется сохранение места работы на период, продолжительность которого останавливается законом субъекта Российской Федерации. И не может составлять, в целом, менее двух и более шести рабочих дней. Но я дальше не буду читать. Дискуссия была вокруг того, чтобы не нарушать федеральный закон. Предлагалось не более шести, остановились на цифре шесть дней, потому что Минюст высказал точку зрения, если мы говорим не более шести, то это может быть и один день, что нарушает федеральный закон. Основная дискуссия вокруг этого была. Все. Пожалуйста, есть еще вопросы? Если нет, решение комитета прошу озвучить. А статья вторая законная? Это ж только статья первая. Да. Вот я хотела бы сказать, что на самом деле вот законопроект я получила лично, как депутат народного хурала, с нарушением регламента, только перед заседанием. До этого я его в глаза не видел. Не может быть. И в рассылке его не было. Не может быть. Ну как не может быть. Давайте проверим компьютер. Проверим. И потом к нему нет. Вы сказали, что сегодня получили. Проверим. Сегодня перед заседанием здесь в зале хурала, потом к нему нет приложений. Здесь нет отзыва Минюста, нет отзыва прокуратуры. Я не пойму, что за закон мы собираемся принимать. Я вам говорю, что нет. Вот заместитель, который курирует законодательство, говорит нет. Документы разослали 15 дней назад. А где отзыв прокуратуры, отзыв Минюста? Значит, он в пакете документов. Нету его? Нету? Нету? Вы вот такую бумажку нам дали и говорите. Голосуйте, ребята. Без это теперь, без ничего. Сколько раз можно нарушать регламент? Почему я и поднимала вопрос? Да, понятно, понятно. Все, все, все. Успокоились. Так, пожалуйста. Ну, здесь я думаю, что... Замечаний от партнеров. От тех, кто делал экспертизу, замечаний не было. Да, здесь, наверное, речь идет... А где это? Речь идет, наверное... Нет никаких приложений к этому закону. Законопроекта никаких приложений. Я не знаю мнение прокуратуры, я не знаю, как Минюст... А вот Минюст... Я переслал мнение прокуратуры? Ну, я так понимаю, Наталья Сергеевна, речь идет о том, что там слова были заместители, заместители, 30 дней на 14 дней из-за этого разговора, да? На 14, на отзыв, были ваши предложения по 30 дней заменить на 14 дней на письма депутатам. Да, да, да. А здесь идет... Ну, вот все идет об этом. Здесь идет. А остальные? Остальные статьи? А какие остальные вы имеете? Здесь только лишь замечание связано, что было слова заместителей поправлено на слово заместитель. Ну, это нарушение федерального закона, тогда... Да. Ладно. Значит, оглашай решение, пожалуйста. Решение комитета. На решение комитета внести на рассмотрение Народного Хурала данный законопроект и рекомендовать его к принятию. Все замечания учителей. Решение комитета озвучено. Прошу проголосовать. Наталья Сергеевна, на комитет надо ходить. Подождите, я хочу выступить. Почему вы лишаете меня слова? Что это такое? А, пожалуйста, я извиняюсь. Я не слышал. На самом деле я хочу обратиться к депутатам Народного Хурала. Обратить внимание на статью 2. Вот где говорится, где двух заместителей мы меняем на заместителя. История этого вопроса следующая. Согласно федерального закона номер 184 ФЗ об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, значит, в случае, если законодательный орган избран в список и допущен к распределению депутатских мандатов, то должно быть предоставлено право осуществлять депутатскую деятельность хотя бы одному представителю этой фракции на постоянной профессиональной основе. В настоящее время вот это то, что он предлагает нам принять, это нарушение федерального закона, это попытка конкретно у должностного лица Народного Хурала Анатолия Васильевича Казачко обойти закон, потому что у меня на руках есть операционное определение Верховного Суда Республики Калмыкия. Вот исполком нашей партии просто заставил нас судиться по этому вопросу. Ведь вы два года обещали нам место второго заместителя, так и не дали. В результате вот исполком настоял на том, чтобы мы обратились в суд. Мы обратились в суд. Значит, в апелляционном определении Верховного Суда Республики Калмыкия сказано, что председателем Народного Хурала, а именно должностным лицом, нарушены полномочия по внесению кандидатуры второго заместителя на рассмотрение сессии Народного Хурала. Мы продолжаем судиться, и вот именно поэтому вносятся эти изменения. Я считаю, что здесь должны быть изменения не такого характера. Если вся страна живет по единому закону, Республика Калмыкия – это неизолированная точка. Здесь также должны исполняться федеральные законы. Так вот, статья 6. Слова двух заместителей заменить словами просто заместителей. Хорошо. Вот в этом составе, в 6-м составе Созыве Народного Хурала у нас сколько фракций? У нас 3 фракции. Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия и КПРФ. Три фракции. Представители двух фракций работают на профессиональной постоянной основе. В отношении этих представителей федеральный закон исполнен. Только представители фракции «Проведливая Россия» обойдены. Нет, 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 комитет. Подождите, при чем тут комитет? Есть федеральный закон. Что у нас? Федеральный закон? Вы не кричите. Комитет выше федерального закона. Вы судите. Но вы же мне не даете до конца выступить. Вы прерываете меня. Так вы уже 7 минут говорите. Нет, не 7 минут. Значит, я хочу до конца, в общем-то, высказать свою точку зрения. На самом деле, позиция Анатолия Васильевича, почему он поставил сегодня на голосование этот вопрос? Потому что мы обратились в Коснодарский суд, и мы пойдем дальше в Конституционный суд. И он хочет как бы вот прикрыть одно место, извините, вот я называю вещи своими именами. Внести изменения в республиканский закон. Но это место у всех есть. Подождите, это место у вас есть, оно хорошо натренировано. Дело не в этом. Я призываю депутатов Народного хурала не нарушать федеральный закон. То есть, вот статью 2 просто исключить голосование. Статью 2 и статью 3, потому что в следующем созыве может быть 2 фракции, может быть 4 фракции. А ставить слово заместители-председатели. И все. Как поступили и в Ставропольском крае. На самом деле, это норма федерального закона. Исполняется во всех законодательных собраниях Российской Федерации. И только в республике, как выяснилось вот в ходе судебных разбирательств, нарушается в республике Калмыкия. И что, мы до сих пор хотим быть вот такими изгоями? Понятно. Но вы одно и то же сто раз повторяете. Михаил Николаевич, пожалуйста. Спасибо. Ну, комитет вносит такое призывание. Внести на рассмотрение Народного хурала данный законоприоритет и рекомендовать его принятие. К вопросу, который сейчас поднимается, к нему можно вернуться потом. Все. Но не сейчас. Уважаемые коллеги. Я внес решение комитета на голосование. Прошу голосовать. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено. Прошу определиться по голосованию. Вы говорите, что мы вас обвиняем в том, что вы нарушаете и не исполняете федеральную закону. Ну, это ваше мнение. Вот доказательство. Это ваше мнение. Вот доказательство. Доказывайте ваше мнение. У нас многое еще не сходится. Ну, что же, сделаешь. Ну, к сожалению. Ну, большинству надо подчиняться. Ну, как? Идем дальше. Значит, продолжаем нашу работу. Уважаемые коллеги, рассматривается следующий вопрос в повестке дня. О внесении изменений в закон Республики Калмыкия об уполномоченным по правам человека в Республике Калмыкия. Вносится комитетом, не председателем, комитетом, и предыдущий вопрос, комитетом, да, народного хурала по вопросам законодательства, законности, государственного устройства и местного самоправления. Нам нужно председателем народного хурала избрать юриста по образованию. Вот, допустим, Тумен в Якутии возглавляет доктор юридических науков и таких промахов не допускает. Понятно. Это не прописано законом. Законом не прописано. Ну, вот вы тоже не попадете, вы не юрист. Пожалуйста, Михаил Николаевич. Ну, это приведение соответствия, поэтому предлагаю принять данный законопроект. Уважаемые коллеги, коллеги, Наталья Сергеевна. Наталья Сергеевна, я призываю, есть вопросы к представителю комитета по девятому вопросу? По другому вопросу уже, по другому. Уполномоченным по правам человека нету. Если нету, то прошу огласить решение комитета. Пожалуйста. Странно, что конкретно к Наталье... Ну, ты, как вроде я, прижимаю, прижимаю. Антоныч, я уже огласил решение комитета. Прошу. Так, огласите решение, пожалуйста. Еще раз. Комитет рекомендует принять данный законопроект. Решение комитета озвучено. Прошу проголосовать. Надо всегда понимать, что мнение каждого из нас, это не мнение в последней инстанции. Большинство достигнуто... Нет, просто надо выисполнять федеральные законы. И все. Хорошо, хорошо. Мы исполняем. Ну, посмотрим. Не хотите манджиков с заместителем? Возьмите меня. Да, да, да. Да, да. Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу. Ну, зачем? Кто сказал? Ну, зачем? Рассматривается проект постановления Народного Урала Парламентра и Республики об утверждении плановых законопроектных работ с учетом вот изменившейся эпидемии ситуации, экономической ситуации, дополнения новых вопросов. Вносится председатель Михаил Николаевич, пожалуйста. Ну, если коротко, предлагаемый план разработан на основе предложений, которые поступили от субъекта права законодательной инициативы. Четыре раздела. План законопроектной работы включено в 40 законопроектов. Ну, предположительно, из них 7 вносятся парламентам, 8 главой республики, 19 правительством, депутатами Народного Урала 2, прокурорами республики 3. Ну, вот, в целом, все. Прошу рассмотреть данный план и принять соответствующее решение. Уважаемые коллеги, вопрос рассматривался, согласовывался со всеми комитетами по дополнению к повестке дня вопросов, которые надо нам вот с учетом новой экономической ситуации коронавируса, так сказать, иметь в виду и с учетом национальных задач, которые озвучил глава государства. Вот, вносят такие предложения. У меня есть предложение по этому законопроекту. Пожалуйста. Прошу включить в этот план законопроектных работ в разделе 2 экономическая политика рассмотрения следующего законопроекта. О внесении изменений в закон Республики Калмыкия. Об установлении дополнительных ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции безалкогольных тонизирующих напитков Республики Калмыкия. Этот закон актуален как раз в связи с коронавирусной инфекцией. Потому что очень много заражений на почве алкоголизма. Согласен. Я думаю, что и надо внести, но должно быть... Что значит, я думаю, надо внести. Я выхожу с этим предложением. Нет, предложение... Без ваших раздумий это. Ну да. Значит, уважаемый... Вообще-то официально надо... Официально вношу как депутат. Это мои полномочия по регламенту. Вот. Вы нам видели, например, что он пошел с регламентом. Вот он будет ввести с отдельным законопроектом. Вы были председатель народа. Мы его отклонили на прошлой неделе, отправили на доработку. Еще раз, потому что... Он тогда будет работать. Наталья Сергеевна, есть все-таки предложение, с учетом того, что уже комитет, председатель комитета озвучил, принять за основу, а вам ничто не мешает внести в установленном порядке. Мы на очередном заседании внесем изменения в план законопроекта. Анатолий Васильевич, вы все-таки ответьте мне на вопрос. Почему отправили этот законопроект на доработку, если вина народного хурала в том, что он не отправил этот законопроект на оценку регулирующего... Хорошо. По-первых, не по повестке, а вот не ко мне вопрос. Как не к вам? Вы председатель народного хурала, мы вас уполномочили на все это. Хорошо. Как это вопрос не к вам? Это вопрос к вам. Председатель комитет рассматривал, комитет. Ну что вы одно и то же вступим, молодец. Ну как это одно и то же? Просто вы постоянно нарушаете то федеральный закон, то регламент. Уважаемые коллеги, есть предложение, проект принять за основу и двигаться дальше. И вносите предложение, пожалуйста. У меня предложение уйти вам в отставку после того, что вы делаете. Значит, уважаемые коллеги, значит, идет явное оскорбление председателя. Значит, председателя, это ее личное мнение, значит, депутата. Поэтому, Наталья Сергеевна, ведите себя прилично. Ведите себя прилично. Ставлю на голосование проект поездки дня. Вы ведите себя прилично. В отставку. Может, вам надо выйти в отставку, а не мне. Голосуйте, вот, пожалуйста, за, против. Значит, кстати, большинство достигнуто, решение принято. Уважаемые коллеги, мы продолжаем рассматривать следующую повестку дня. Рассматривается проект постановления народного... Наталья Сергеевна, ну не мешайте работать. Отставка, отставка. Не нравлюсь вам, большинству нравлюсь. Вы для меня не авторитет. Но это все догадки, догадки. Догадки, ну, догадки, пусть догадки. Не нравится, нужно исполнять. Да, да, да. А вам вести себя прилично. Ну, что вы за... Ну, дошли. Коллеги, если мы так и дальше будем все вопросы обсуждать, мы сделаем перерыв. Ну, вот, вы понимаете, вот... Требования Роспотребмоза. Надзора. Через два часа перерыва. Вопрос номер одиннадцать. Ну, Наталья Сергеевна нас увлекает в путешествия, в тель путешествия. Значит, рассматривается проект постановления народного хурала об отзыве на проект федерального закона номер о внесении изменений в федеральный закон об образовании Российской Федерации. Вносится комитетом по образованию, культуре и так далее. По проекту? По проекту? Нет возражений по проекту? Нет. Если нет, прошу определиться по голосованию. Уважаемые коллеги, большинство достигнуто, решение принято, двигаемся дальше. Рассматривается вопрос номер двенадцать. Проект постановления народного хурала на отзыв на проект федерального закона, соответствующий номером о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы. Вносится тоже к комитетам народного хурала, вот уже с новым планом законопроектных работ. С учетом плана законопроектных работ. Значит, про решение комитета, пожалуйста. Уважаемые коллеги, уважаемые коллеги, уважаемые депутаты, отзыв на проект федерального закона рассмотрели на комитете. Речь идет о дистанционном удаленной работе. Поэтому, уважаемые коллеги, мы просим поддержать, ну и принять решение. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено, прошу определиться, поголосовать. Большинство достигнуто, решение принято. Спасибо, уважаемые коллеги. Дальше рассматривается проект постановления народного хурала, об отзыве на федеральный закон номер, соответствующий о внесении изменений в федеральный закон об особо охраняемых природных территориях и отдельный законодательный акт Российской Федерации. Это наша поддержка. Вопросы совместного ведения вносятся комитетом по АПК. Анатолий Александрович, зампредседателя. Есть по проекту, нет возражений? Нет. Если нет, прошу определиться с голосованием. А решение комитета огласит. Уважаемые депутаты, комитет рассмотрел изменения и рекомендовал внести, рекомендовать народному храму. Парламент рисует к кому-то поддержать наше решение. Решение комитета озвучено, а не возникло противоречий? Если не возникло противоречий, прошу проголосовать. Слушается вопрос. Большинство достигнуто. Решение принято. Рассматривается проект постановления Народного хурала парламента Республики Калмыкия о отзыве на проект федерального закона соответствующим номером о внесении изменений в федеральный закон о развитии сельского хозяйства. Вы его все получили. Анатолий Александрович, какое предложение по проекту? Есть предложение по проекту? Анатолий Александрович, озвучите решение комитета. Комитет рассмотрел вопрос и рекомендует внести народному храму, поддержать наш проект. Решение комитета озвучено. Прошу определиться с голосованием. Большинство достигнуто. Решение принято. Уважаемые коллеги, мы продолжаем работу. Почему у нас стало меньше на одного человека? У нашего коллеги Воронина тетя умерла. Сейчас позвонили, и он выехал. Поэтому, вот, голосуем нету даже, чуть поменьше людей. Рассматривается проект постановления Народного хурала Парламента Республики об отзыве на проект федерального закона соответствующим номером о внесении изменений в статьи федерального закона о государственной гражданской службе. Вносится комитетом Народного хурала по законодательству. Михаил Николаевич, пожалуйста. По проекту нет возражений? Тогда огласите, Михаил Николаевич. Внести и рекомендовать Народному хуралу Республики Калмыкия принять проект постановления Народного хурала об отзыве на проект федерального закона о внесении изменений в статьи 22 и 48 федерального закона о государственной гражданской службе Российской Федерации. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено. Прошу определиться по голосованию. Не разговаривайте, уважаемые коллеги. Тюргур срытащимся всем. Большинство достигнуто, решение принято. Продолжаем нашу работу. Рассматривается проект закона об отзыве на проект федерального закона соответствующим номером о внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации. Вносится комитетом Народного хурала по бюджету экономической политики, предпринимательству и собственности. Валерий Оставич, пожалуйста. Мы договорились, вроде бы вы не возражаете, по проекту. Тогда огласите решение комитета. Комитет Народного хурала парламента Республики Кламуки по бюджету экономической политики и предпринимательству собственности, рассмотрев проект федерального закона под номером 970-757-7 о внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации, решив внести и рекомендовать Народного хурала парламента Республики Кламуки, проект постановления Народного хурала парламента Республики Кламуки отходили на проект федерального закона под номером 970-757-7 о внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации. Решение комитета озвучено. Прошу определиться по голосованию по проекту. Большинство достигнута решения принято. Рассматривается следующий проект постановления об отзыве на проект федерального закона соответствующим номерам о внесении изменений в статье закона в 2-й части налогового кодекса Российской Федерации. Комитет по экономической политике, предпринимательству и собственности Валерия Саичевна. По проекту нет возражений? Если нет, решение комитета прошу осуществить. Комитет рассмотрел данный законопроект и решил внести рекомендовать Народного хурала парламента Республики Кламуки и принятие постановления Народного хурала парламента Республики об отзыве на проект федерального закона под номер 97364.7 о внесении изменений в статью 346.43.346.51.2 налогового кодекса Российской Федерации. Решение комитета озвучено. Прошу определиться в голосовании. Уважаемые коллеги, прошу определиться в голосовании. Большинство достигнуто, решение принято. Рассматривается 18-й вопрос повестки дня. Проект постановления Народного хурала об отзыве на проект федерального закона соответствующим номером о внесении изменений в часть первого налогового кодекса Российской Федерации вносится комитетом Народного хурала. Пожалуйста, Валерий Ставич. По проекту нет возражений? Нет. Если нет, оглашайте проект постановления комитета. Комитет рассмотрел законопроект и решил внести рекомендовать Народного хурала парламента Республики Кламыки и принятие постановления Народного хурала парламента Республики Кламыки об отзыве на проект федерального закона под номером 953-961 о внесении изменений в часть первого налогового кодекса Российской Федерации. Решение комитета озвучено. Сегодня возникло вопросов. Прошу проголосовать. Уважаемые коллеги, за период нашей работы с 10 июня по вчерашний день Народный хурал в соответствии с 184-м федеральным законом об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов Государственной власти Российской Федерации по предметам совместного видения поступило в Народный хурал для дачи заключений 73 проекта федеральных законов. С учетом обсуждения вчера на заседаниях профильных комитетов, на которых самые заинтересованные участвовали, мы сегодня вам представляем проект постановления итоговый. Все 73 проекта федеральных законов мы поддержим. Прошу поддержать. Уважаемые коллеги, все фракции поддерживаем. Прошу определиться. Большинство достигло решения принято. Уважаемые коллеги, мы приступаем к рассмотрению некоторых итогов. У нас 17-я сессия, 17-й сессии завершается весенняя сессия. Теперь мы уже с вами встретимся. У нас никаких каникул не будет. Мы встретимся с вами в сентябре на осенней сессии, с учетом уже накопившихся вопросов и задач по соответствующий период. Я коротенько вам напомню, это моя обязанность. 17-я сессия с начала 2020 года народным хуралом 6-го САЗЭВа было пройдено 4 сессии, на которых были рассмотрены и приняты 30 законов народного хурала и порядка 90 постановлений народного хурала парламента республики. Из них 7 законов были инсценированы профильными комитетами хурала, 3 закона главой, 16 правительством, 3 закона были инсценированы прокурором республики, 1 закон Элистинским городским собранием. За отчетный период было проведено 3 правительственных часа. В рамках осуществления контрольных полномочий были заслушаны доклады и информации правительства республики, уполномоченного по правам человека в республике, уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по правам министра внутренних дел, руководителя контрольной счетной палаты. Надо отметить, что все вопросы, которые рассматривались народным, которые рассматривал народный хурал, носят, безусловно, актуальный, как нам считается, характер. Ну, перечислять я не буду, но даже, вы знаете, такие важные вопросы, как закон о детях войны, о почетном звании республики, о населенных пунктах воинской доблести, политические вопросы. Правительственные часы, в том числе сегодняшний правительственный час, они тоже самые актуальные и связаны с теми задачами, которые на том или ином периоде у нас встречаются. Вопросы развития экономической сферы. Я вот говорил в реплике, что эти вопросы сейчас занимают существенную часть нашей законотворческой деятельности. И Министерство экономики, и Министерство финансов, с учетом сегодняшней ситуации, учитывают предложения депутатов Комитета народного хурала по экономической политике. Значит, поэтапно, правда, но вносит предложения по формированию, внесению изменений в законы, связанные с налогооблагаемой базой, законы, связанные с созданием условий для инвестиционной политики и развития малого и среднего бизнеса. Мы вот буквально последние три сессии видим и слышим эти вопросы, стараемся их поддержать, внести свои туда предложения. И думаю, это делается правильно. Продолжается работа по рассмотрению проектов федеральных законов. Их очень много. Даже сегодня мы рассматривали практически почти 200 законов, с которыми мы работаем, аппарат работает. Это вопросы совместного ведения. В определенные сроки мы должны давать соответствующие заключения. Эксперты работают, отделы работают, затем работают комитеты, председатель и соответствующие задачи мы выполняем. Наши фракции, особенно Единая Россия, КПРФ, работают в вопросах приема граждан. Я даже думаю, что и справедливая Россия работает. Но, к сожалению, у нас связи с отделом фракционной работы нет. Я думаю, что мы должны как-то это выстраивать. А вы знаете, вы же даже шагов не делаете. А вы знаете, что ученик культурно перебивать. Нет, а что делать? Вы меня перебиваете. Я как женщина имею право так же вас перебивать. Успокойтесь. Я вам слово дам. Так, вы же, вот, приглашаем. Значит, вы ищете причины. Значит, уважаемые коллеги, я не упрекаю. Я приглашаю к совместной работе, там, где это возможно. Я понимаю, что политическая мозаика мешает жить иногда. Ну, да, она мешает... В такой маленькой республике, как Калмыкия. Здесь есть персоны. Вот сегодня я вам честно сказала, не справляйтесь со своими полномочиями, уходите в отставку. Да, да, молодец, спасибо. У тебя не спросил. Значит, уважаемые коллеги, мы продолжаем. У этого созыва я попросила уйти в отставку, по-моему, Орлова и Зотова. Не прошло и нескольких месяцев, как они ушли в отставку. Ну, пророк вы, пророк, пророк. Нет, я хочу сказать, что нормальный политик должен сам понимать и чувствовать, когда ему надо уходить в отставку. Да, ну, на трещину, мы вместе с вами. Вот если уйдем вместе с вами, я согласен. Давай. Да, 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 вот хорошо. Хорошо, уважаемые коллеги, я не замечаю, я делаю пожелания, я делаю депутатам, я делаю предложения фракциям к активной работе. Ну, вот. Да, хорошо. Значит, их надо в установленном порядке понимать, как они движутся. Хорошо. Уважаемые коллеги, ну, вот я вот так обобщенно сказал о тех вопросах, которые нам пришлось вместе решать. Да, да. Значит, ну, для этого есть другие площадки. На площадке парламента по регламенту надо. Все, ради бога. Хорошо. По регламенту. Хоть нам в сервис говорит, что регламент не при чем, при чем. Значит, иначе будет бардак. Я дам слово сейчас. Может быть, я извиняюсь, если нарушаю. Я сказал, я нарушаю. Извиняюсь, если нарушаю. Все. Бо Васильевич, пожалуйста. Минцык Тан, уважаемые депутаты, уважаемый Анатолий Васильевич. Ну, я в первую очередь хотел поблагодарить за консолидацию в этом вопросе, потому что, действительно, то, что сейчас у нас происходит, это достаточно такая серьезная, большая проблема, которая на уровне правительства воспринимается очень серьезно. Хочу доложить вам о том, что заявочная кампания на 2020 год, она на сегодняшний день набирает обороты. У нас было принято решение о том, что мы в связи с новой ситуацией, связанной с коронавирусом, будем продлевать заявочную кампанию. На сегодняшний день общий объем финансирования, который нам подтвердили в республике, есть, это 1 миллиард 111 миллионов рублей. Значит, отдельно хотел ответить на вопрос Натальи Сергеевны Манжиковой. Значит, уважаемая Наталья Сергеевна, да, действительно, я хочу вас заверить о том, что глава республики в соответствии с теми пожеланиями, которые мы с места собрали, с теми подсчетами, которые осуществил Министерство сельского хозяйства, направили мы письмо в адрес Дмитрия Николаевича Патрушева, министра сельского хозяйства, с потребностью. Значит, потребности рассчитали таким образом. Значит, просим в письме предоставить республике Калмыкия 1 миллиард 37 миллионов рублей на транспортировку и закупку, значит, грубых и концентрированных кормов. В настоящий момент это письмо находится на рассмотрении. По итогам рассмотрения мы будем обязательно докладывать депутатскому корпусу о той работе, которую провели. Значит, хочу еще заверить депутатам о том, что действительно вот эта почвенная засуха, вы сами видите, что в течение 41 дня у нас очень серьезные стоят, аномальные такие температуры. У нас, конечно, очень сильно пострадали и сеянные, и такие традиционные, естественные кормовые угодья. Мы это все видим, наблюдаем. Сейчас у нас, значит, два вопроса перед нами остро стоят. Это, конечно, вопрос получения компенсационных выплат по засухе. И второй вопрос, это вопрос регионализации, которую здесь затрагивали. Значит, по регионализации тоже хочу заверить всех, что мы работу сейчас проводим. Дело в том, что, конечно, необходимо наш регион адаптировать. Потому что сейчас, к сожалению, это решение принято на уровне Российской Федерации, имеет форму императивную, поэтому, конечно, мы должны ее исполнять. Но, тем не менее, регион будет не вправе не бороться и не вправе регион замалчить эту ситуацию. Поэтому у нас активная сейчас работа ведется на сельхозах. Значит, завтра, в соответствии с письмом Увайдова, заместительного министра сельского хозяйства, проводится совещание именно в части, касаемой адаптации к тем вопросам регионализации, которые возникли, не только у Калмыкии, а и ряда других регионов. И у нас выезжает руководство Министерства сельского хозяйства, руководители ветеринарной службы. По итогам этой работы мы тоже доложим. Почему? Потому что я хочу сказать, что эти два вопроса, они достаточно серьезные, объемные, и они находятся сейчас в стадии работы. Говорить о каких-то даже промежуточных результатах мы сейчас не сможем. Мы можем только говорить о тех посылах и о тех письмах, которые направляли мы непосредственно для принятия решений. Ну и, конечно же, будет естественный вопрос, а что же вы хотите предпринимать на региональном уровне? Я понимаю, что здесь достаточно серьезные люди сидят, которые не один год отработали в сельском хозяйстве, и этот вопрос вполне резонный. Значит, сейчас у нас проект постановления, а также готовится проект постановления, а также мы разрабатываем порядки расходования, они на согласовании в аппарате правительства. Проект постановления правительства, я бы сказал. Да, совершенно верно, местного, регионального. Дело в том, что у нас есть резервный фонд, средства этого резервного фонда мы планируем сейчас направить в том числе и на минимизацию последствий засухи. Я думаю, что в ближайшее время, с учетом тех сроков нормативных, которые перед нами есть, мы эту задачу решим. Доклад окончен, готовы ответить на вопросы. Уважаемые коллеги, мы сейчас дадим право, уважаемые коллеги, чтобы сразу было понятно, вот я вношу такое предложение, у нас когда будет следующая очередная сессия, чтобы мы правительственный час поставили по готовности АПК к зимовке скота, ну вот как-то сформулируем этот вопрос, значит послушаем министра, зампреда, значит и так далее, потому что для нас будет понятно, что сделано, что-то еще надо, может какие-то ресурсы дополнительные, нужно будет изменения в бюджет носить в связи с этими мероприятиями. Не будете возражать, такое решение мы примем и следующий правительственный час проведем на эту тему. Не будем. Пожалуйста, если что-то непонятно с доклада, пожалуйста. У меня вопрос, а когда поступила заявка Патрушина? Потому что еще в середине июля ее не было в Минсельхозе России. Гату, пожалуйста. Да, я думаю, что я не ошибусь, если скажу, 27 числа мы отсюда направили. Вот буквально на дня. Ну да, мы 21. В середине июля ее не было в Минсельхозе России. Нет, дело в том, что мы вообще, видите, в чем дело. До середины июля у нас засухи не было, я так понимаю. Позвольте доложить. И как раз вот по поводу правительственного часа я хочу продолжить. Очень хотелось бы заслушать министра здравоохранения. Очень много вопросов у избирателей по поводу самоизоляции. Тогда что-то одно мы обычно... Не, ну давайте определимся, потому что это очень актуально. Это действительно случайно. Да. Ну, можем мы два, давайте послушаем, двух министров. Ну, по ситуации. Давайте по ситуации. Хорошо. Анатолий Васильевич, позвольте доложить. Дело в том, что мы для того, чтобы направить это письмо и иметь обоснование, мы ждали включения режима ЧС. Значит, указ главы был подписан в два таких числах. После того, как мы ввели режим ЧС, мы незамедлительно направили это письмо в федеральный центр. Хорошо. Ваше предложение по здравоохранению принято. Пожалуйста, Максим Ильич. Вот по режиму ЧС у меня замечание, да, тут в пяти районах объявили, а как же остальные? Ситуация аховая везде. С пастбищами, которые побиты саранчой, с водопоями, с перемещением скота, с падежом скота. Ведь у нас вы сидите в кабинетах, а на самом деле ни одному сельхозтопаропроизводителю не подписывают падеж на ветстанции. Не утверждают. Как только ты заявляешь, даже вот бывает естественно, ногу сломал, убыль животного, не утверждают, иначе начинают выкручивать руки. А где утилизация, а где у вас крематорий, а почему у вас нет там соответствующей обработки и так далее. То есть фактически-то падеж огромный, но он не фиксируется. И у нас в республике все время такая политика умалчивания ведет к тому, что мы не можем нормально получить компенсации. И для населения, и для фермерских хозяйств, и для прочих сельхозтоваропроизводителей. Поэтому надо показывать реальные цифры. Давайте привыкать уже, вы не живите какими-то советскими штампами, которым уже 50 лет. Давайте показывать реально, что мы на самом деле имеем. И защищать те цифры, не миллиард может быть, а надо защищать 3 миллиарда. Реально вот я сегодня просто вот так могу бросить цифру и не ошибиться. Мы пострадали сегодня, республика животноводческая, и некому сказать правду, и некому нормально доложить и получить. Для России это небольшие деньги, тем более по делу, а не по какой-то там выдумке и фальсификации. Поэтому вот правительство в этом плане недорабатывает. Вы живете как-то вот где-то отдельно от народа, отдельно от климата и земли. Сегодня здесь сидел председатель комитета, сенатор от республики, аграрного комитета Совета Федерации. И когда вопрос здесь зашел, я специально не стал ему говорить. Думал, может он сам поднимется и скажет, потому что он на острие событий, он должен знать политику партии, как говорится. Он отмолчался, мало того, ушел раньше всего. Еще один депутат сидит в Госдуме, аграрник, тоже язык защемил. Нечего сказать. Где вы отслеживаете интересы ни правительства, ни Сенат, ни депутаты Госдумы? Чем вообще занимаетесь? Тогда зачем вы нам нужны? Хорошо, спасибо. Хотел бы я задать вопрос. И еще у меня будет выступление в разном. Вот мы просто по аграрной теме. Если продолжаем, я могу продолжить. Да, сейчас. Верния Аслан, пожалуйста. Ну, уважаемые коллеги, хочу поддержать всех депутатов, которые выражают слова озабоченности в сложившейся ситуации в нашей сельскохозяйственной отрасли. Это и засуха, и поддержка ТА, и нашествие Саранчи. И вот с Алексеем Петровичем на прошлой неделе мы созванивались. Я ему тоже высказывал свои опасения по этому вопросу. И вот сегодня же он попросил меня написать запросы, мой депутатский. Сегодня вот я ему, когда он уходил, как раз передал его. И вот он обещал сам лично дойти до министра сельского хозяйства и попробовать попытаться что-то сделать в нашей республике. Спасибо, Николай Ильич, пожалуйста. Нам сырыть, коллега. Ну, я думал, в советское время такого бы не было. Крепки. Значит, ну, я хочу задать два вопроса, значит, председателю правительства. Значит, первое. Вот мне по столетию непонятно, мы вообще будем отмечать столетие или нет. Где у нас вообще оргкомитет, где программа, почему ее никто не видит, не знает, каким образом готовится Минкультура, другие отрасливые министерства, все-таки сто лет отмечаем. К сожалению, все замалчивается, никто не видит, никто не знает. Кстати, я хочу отметить, что, например, правительство у нас почему-то закрыто какое-то. Вот вы сегодня просто выступите в средствах массовой информации по той ситуации, которая сложилась в нашей республике. Вот сейчас хорошо нам доложили, нам все это понятно. Но люди должны об этом знать, те же фермеры. Значит, почему я так говорю? Вот я несколько раз повторял, значит, и при бывшем правительстве, значит, сейчас, все-таки в нас должно быть государственное учреждение, значит, по водоснажению, строительству водохозяйственных объектов. Или министерство. Мы же все прекрасно понимаем, что начиная, когда с Сибири мы сюда обратно возвратились, в это время у нас вода, вода, вода стоит на первом месте. И при Басанбадминси-Городыкове, хотя он очень многое сделал для этого, у нас Чаграй и все остальное, и Волга, Чаграй и так далее. На сегодняшний день эти объекты заморожены, в общем-то мы никогда не двигаемся. А для того, чтобы полноценно работать, должно быть министерство и департамент, который отвечает за эти вещи. На мой взгляд, мне кажется, надо выходить на правительство Российской Федерации и на базе, значит, Калмилев-Отхоза сделать ФГБУ, который сегодня занимался всеми водными хозяйствами, значит, и теми водными гладьями, которые находятся на территории республики. Но мы никогда не придем, никогда не сделаем то, что мы, например, намечаем. Приезжали все министры во время, значит, выборной кампании, значит, так, но, к сожалению, на сегодняшний день никто, ни один человек, ни один депутат не знает, каким образом, на какой стадии находится вообще эта программа. Почему? Вот у нас в республике был 26 рек. Сегодня они стали балками. Вопрос, почему? У кого кто догадался того, чтобы их превратить в балки? Вы же знаете, есть государственная программа «Малые реки России». Мы же должны были заниматься и плотинами, и всеми делами, задержка, значит, талой воды и все остальное. Мы бы сегодня пришли, у нас ни плотин нет, ничего нет, и вся вода, которая приходит, она вся уходит вообще. Никто ее не задерживается, ни поселение не задерживает, ни район не занимает сельско-муниципальное образование, ни правительство. Вы поставите вопрос, в конце концов, но эти вопросы необходимо решать. И сегодня вот этот засух, который приходит, это же вот приходит от того, что мы не смогли вовремя все эти вопросы решить и двигаться дальше. Поэтому будет такое пожелание. Бог Васильевич, я прошу вас. Человека, который сегодня, я не знаю почему, зампреда по сельскохозяйству нет, но вы, наверное, вам возложили обязанность. Он курирует. Вам сложно будет это все делать, но надо ставить вопрос на уровне правительства и на уровне правительства Российской Федерации. Без воды мы никуда не денемся. Это вопрос номер один, его надо решать. Спасибо. Уважаемые коллеги, по этой теме мы завершили разговор. У меня есть предложение как раз по этой теме. Вы знаете, вот сейчас вспомнили Басан Бадминовича Голдивякова, я вспомнила разговор с одним из фермеров. И он говорил о том, что Басан Бадминович под особым контролем держал строительство колодцев для чабанов. Вот сегодня это, по-моему, вообще на этом крест поставили. А на самом деле, вы знаете состояние колодцев в степи? Они все завалены, они не работают. Почему эту работу? Эта работа не требует миллиардов, миллионов, сотни. Она требует гораздо меньшего финансирования. Но вот сейчас привели статистику по рекам Калмыкии, эту работу нужно возобновить, профинансировать. Это небольшие деньги, но оно того стоит. Басан Бадминович, в принципе, был очень мудрый человек. Он сам контролировал строительство каждого колодца, и он знал, где, какой, на какой стадии завершения и так далее. А сегодня эта работа запущена. А мы говорим о воде. Нужно думать и о собственном потенциале, что у нас есть под землей. Использовать это. Использовать грамотно, рационально. Это разумно, конечно. Так, пожалуйста, Нур, у меня сделал замечание по Советскому Союзу, да? Я хочу сказать, что понятия приписки оттуда и пошли. Особенно в сельском хозяйстве. Мы знаем эти времена. И в прожекте перестройки помним, и что угодно. Что касается, вот, Боба Васильевич, вам надо тоже иметь такую честную, порядочную позицию и отказаться от курирования сельского хозяйства, потому что вы там ничего не понимаете. Вообще. И действительно назначить человека... Мы аграрная республика. Что здесь? Что тут слежки там раздаются? Я не пойму. Мы аграрная республика. И пусть не зампред, но человек с огромными полномочиями должен быть в области сельского хозяйства. Который понимает тонкости этой сферы деятельности. И может делать правильные шаги для того, чтобы оздоравливать ситуацию. Что касается, вот, нашего спора Анатолия Васильевича. Вы отключить, неуважаемый мной Анатолий Васильевич, меня никак морального права не имеете. Отключите мне микрофон, потому что вы на год 9 месяцев задержали у себя без причин и без объяснений, и без соблюдения этики, как вы обычно делаете замечания. Год 9 месяцев игнор полный, и при этом вы хотите еще, чтобы с вами кто-то там либеральничал. Поэтому я имею 50 часов бесплатного и свободного времени в Урале без всяких ограничений. Я так думаю. И что касается вашей деятельности, вот в интернете очень много пишут, что Казачков прогибается перед новым глобой, всяко услужливо и так далее. Это действительно так. Вы здесь рождаете противоречия, вы потакаете разночтению и разногласию здесь, вы управляете этим процессом, как опытный чиновник, специально, но при этом люди не понимают самого главного. Ваше главное не в этом, в том, что вы угодничаете, а со своей чиновничеей изобретательностью, отрицательной. Потому что у нас в республике, вот в плане погубить инициативу, изворотливость величайшая, а вот создать инициативу, способствовать ее развитию и добиться результата, в этом чиновники слабаки, откровенно, республиканские. И поэтому на развитии из вас никто не работает. У вас одни слова, одни интриги, одни какие-то пустые обещания и так далее. И в этом величайшая заслуга ваша. Вот я вторую сторону подчеркиваю, которую никто не замечает. Здесь, создавая вид угодливости, на самом деле вы насаждаете молодым политикам, молодым управленцам, Бату Сергеевичу, вот я хотел сказать, если бы он сегодня был, вы демонстрируете им, как вы давите здесь депутатов, как вы не даете им слова, как вы всячески препятствуете тому, что депутат нормально выступил. Не всякий раз у нас люди выступают с правдой и с критикой. Поэтому ничего страшного, две-три минуты лишних потерпите. Это не свойственно всем. И вы подаете молодежи пример. Что вы там, Арслан сказал пять слов, вы его лишаете слова, отключаете микрофон. Вы демонстрируете чиновничеству, обращаетесь на ты с людьми. Ко мне можно, я люблю, когда со мной разговаривают на ты. А с остальными, что это за словечки такие, информашка, за базар надо отвечать, мы куда пришли? Блатной притон что ли, я не пойму? Или хурав? Не искажайте. Не искажайте, это вы, это вам и сказано. Базар разводить, я скажу. Вот, это вам и сказано. За базар отвечать, давайте покрутим видео. Не меня здесь рассматривать, мое персональное дело. Вот поэтому, я говорю, что вы на самом деле, вы испортили таким образом Кирсана, Орлова, потакая своим поведением. Сегодня вы испортите Бату, он и так неопытный управленец, а вы еще его опускаете ниже плинтуса. И в этом на самом деле ваша тонкая работа идет. Она целенаправленная. Я вас давно раскусил. Вы с всякими похлопываниями по плечу, своими фальшивыми улыбками, все время стараетесь продвигать какие-то свои идеи. И мы это видим. Хорошо. Сегодня, поэтому вы даете все инициативы. Все здравые предложения, они тонут в парламенте. А если нет политической конкуренции, если нет разных мнений, это застой. И в этот застой один из главных виновников это Казачко Анатолий Васильевич. Поэтому я вот здесь молодым поражаюсь. Да вот сидит Арслан, он достоин быть председателем. Батар сидит. Вот Сергей Цымболов сидит. Неплохие ребята. И уже пора вам уйти в отставку действительно. Дать дорогу молодым с тем, чтобы мы шли в ногу со временем. Ваши эти партийные партийные изворотливости, партийные штучки, мы уже от них устали. Реальной работы нет. Есть просто топтание на месте. Поэтому, Анатолий Васильевич, подавайте в отставку, уходите, не позорьтесь. Нужно чувствовать время, нужно чувствовать возраст и нужно чувствовать требования времени. Хорошо. Значит, Насальевич, в форме небольшой реплики. Вам тоже время надо чувствовать. Вы тоже своими личными амбициями перехлёстываете многое. Ну, вы же не думайте, что ваше мнение самое правильное. И вы же меня избирали с Натальей Сергеевной. Избирали другие. И я знаю, что я с недостатками. Я их вижу, стараюсь исправлять там, где можно по ходу дела. Но я здесь занимаю государственную позицию. И какие-то личные амбиции, личные интересы я не допущу, пока я здесь работаю. Это вот в форме... Если меня обсуждать не надо. Какие государственные? Застой, что ли? Застой, что ли? Вы вот молодёжь портите своим примером. Вас учат... Они учатся у вас, что молодой руководитель пришёл, что да, можно вот так давить, душить, и всё будет тихо. Заседание 17-й сети объявляется закрытой. Ну, мы персоналишь дело обсуждаем. Ну, мы нет. Ну, разное же дело... Ну, пожалуйста, пожалуйста. Можно, а то я тоже хотел сказать. Просто заключительная сессия же, так ведь у нас... Не, не заключительная, а весенняя. Ну, имеется в виду весенняя сессия. У меня тоже есть претензии к работе председателя. Это не... Анатолий Васильевич, не лично, как бы, на таких... А именно к должностному, вот этому, к вашему, так сказать, должностным обязанностям. Дело в том, что... Ну, что за постоянная гонка вот по времени, да, там... Давайте делать сессии чаще. Давайте делать сессии чаще. Что такое? Там 40 вопросов запихают нам. То-се. Ага, того затыкают, этого затыкают. Бадар Сергеевич хотел сегодня сказать. Его заткнули, то-се. Что за ерунда? Давайте делать чаще. У кого по времени не получается, еще что-то, ну, пускай тогда для себя определяет вообще надобность нахождения в Хурале. В конце концов, мы здесь все собираемся какие-то, я не знаю, там... Какой подарок там ребенку купишься? Нет, слушай. Нет, подождите. Давайте отменим регламент тогда. Нет, подождите. Все отмени. Мы, я как раз-таки, все согласно регламенту. Не говорите. Да, потому что, во-первых, парламент это площадка для дискуссий. И она должна быть. И действительно, вот у нас сейчас даже работа вот с правительством, она уже, ну, на самом деле дает результат. Что такое, что за практика такая же? Такая депутатов, я не знаю. Мы такие же депутаты, как и вы, Антон Васильевич. У нас такое же право. И в этом отношении я считаю то, что здесь неправильное. Потом, также вот именно по инициативам, да, Антон Васильевич, приходил к вам, да, как вот председателю поддержать там мою инициативу там по мерам поддержки. Не получил-то то, вот, вот, надобной, как бы, поддержки от вас. Также вот, допустим, не получил я. Но это, Антон Васильевич, будем честными, это не благодаря вам. Ну, не знаю, спросите о честном жизни. Ну, не знаю. Давайте о честном жизни спросим, благодаря кому это все-таки решение. Беда, беда. Ну, давай, давай, откажите. Так же дальше, да, там, вот, вот, по проведениям депутатских проверок, да, в части, там, премии, я говорю, давайте это. Нет. Ну, что же это? Для чего у нас такие полномочия для проведения этих депутатских проверок, если вы говорите нет? Я действительно вижу, я наоборот хочу тем самым обелить власть, чтобы они показали, что они честные премии получили. В чем проблема? Для чего нам у нас тогда такие полномочия, если мы не можем им воспользоваться? У меня есть такая инициатива, я хочу провести эту депутатскую проверку. Поэтому в этом отношении где? Не услышал, соответственно, поддержки от председателя. Такое ощущение просто, что вот есть депутаты, которым есть что сказать, да, и вы, как человек, который ограничивает, как раз таки, защищает исполнительную власть от этих депутатов. Ну, вот складывается на самом деле такое ощущение, Анатолий Васильевич. Мы, вот, ну, мы вас вот избирали, вот вы сейчас сказали, вот мы вас избирали, мы вас избирали, но мы и с вас и требуем, соответственно, соответствовать данной должности. Я не говорю к вам, я в гости к вам приду, вы знаете, там нормально всегда, там это ничего не скажу. Но как должностному лицу, если мы вас избирали, мы хотим, чтобы вы соответствовали этой должности. Потом вот не позволять никому, там, вмешиваться, там, и указывать депутату, какие кому вопросы задавать, там, в каком формате или еще что-то, будь то, там, я не знаю, глава республики, он такой же избранный, как и мы. Ни больше, ни меньше. И у него есть свои площадки, здесь это не его площадка. Он не имеет права, тогда, ну, скажите, что у нас два председателя, там, скажите, чтобы мы знали, там, что у нас, оказывается, может поправить, там, не председатель, если человек, может, там, завтра нас еще кто-нибудь поправит оттуда, мы будем сидеть и думать, в какую сторону думать, молчать или еще что-то. Вот у меня вот такие претензии, это, Анатолий Васильевич, не воспринимайте на свой личный счет, у меня непосредственно, это как к должностному лицу, как вы сказали. Значит, ну, иногда понимать наш функционал надо. Значит, даже если глава здесь присутствует и сделал какое-то замечание, он закон подписывает. Мы с вами рассматриваем закон. Он, он подписывает закон. И если он видит, что рассмотрение закона, который он будет завтра подписывать, он как-то, может быть, не видит, он его, так сказать, я не оправдываюсь, просто говорю, чтобы мы не перегибали и не преувеличили свои возможности. Наши действия все регламентируются в том числе председателя, регламентом, законом о народном курале и так далее. В регламенте по минутам прописано, вот сегодня, допустим, в разном мы можем говорить по три минуты. Вот, по идее, конечно, я должен после трех минут каждого остановить, потому что это обязанность председателя. Спикер, он должен следить за временем, следить за регламентом, вот даже не за чем больше. Его задача следить вот за всем этим, чтобы вы понимали роль председателя. Это не какой-то там, я слежу за регламентом. Значит, то, что касается там, допустим, нам, сэр Викторович, вы говорите, вот вы там тормозите комитеты. Комитеты работают самостоятельно. Все. Ну да, ну ты говоришь. Ну, торможу вместе с вами. Значит, поэтому, если я что-то воспринимаю, я воспринимаю, но есть регламент, там, есть закон, или я как председатель должен его исполнять. Ну, пожалуйста. Мы уже закрыли сессию, это уже посещенный. Я бы хотела, вот на самом деле, я бы очень хотела, чтобы депутаты народного хурала и аппарат народного хурала работали единой командой. На сегодня, благодаря вам, депутаты, вот мы, например, остались по одну сторону баррикад, аппарат по другую сторону, противостоит нам. Почему аппарат нам не помогает? Ведь если не будет депутатом, на кой черт нужен аппарат? Так же? Аппарат и призван помогать депутатам в их работе. Сегодня этого нет. Вы обязаны организовать работу аппарата, но вы не справляетесь с этой работой, давайте честно скажем. Либо специально направляете работу аппарата таким образом, чтобы она, его работа противостояла определенным депутатам. Мне лично это не нравится. Все, что делается, на самом деле прав мой коллега, это тормозит в первую очередь развитие республики. Нам нужно нормальное, адекватное законодательное поле. Нам еще работать и работать над законопроектами республики Калмыкия. А вы вот сегодня показали, сколько раз был нарушен федеральный закон, нарушен регламент. Мы все здесь, люди с высшим образованием, мы все умеем читать регламент, закон республики Калмыкия в статусе депутата народного хурала. Поэтому давайте разговаривать на равных. Нас так же, как и вас, в отличие от вас, нас избирали без фальсификации. Вас избирали на основе многих фальсификаций. В 10 раз больше избирателей, чем вас. На основе массовых фальсификаций. Видео с Айсой Хулаевой, по-моему, облетело весь мир. Больше миллиона просмотров. Поэтому не будем говорить о чем-то другом, о том, что фальсификации были на всех выборах Калмыкия. Давайте по аппарату. Вот по аппарату. Чтобы аппарат шел навстречу депутатам, не отказывал, помогал в разработке законопроектов, а не говорил. Нас пять человек в юроделе, мы не успеваем. Как это так? Пять юристов, и они не успевают помогать депутатам. Они пятеро. Пятеро, как выяснилось. Вот буквально на прошлой неделе в юроделе пятеро юристов. Там два юродела. А, еще и два юродела. Может быть, надо сократить, один оставить? Ну вот, честно говоря, знаете, вот мы... Вы знаете, поэтому сегодня назрел вопрос о вашей отставке. Мы еще раз за два года убедились в том, что вы просто по-человечески не тянете эту работу. Если вам тяжело, ну сделайте нормальный шаг. Мы вас поймем. Вдвоем уходите. Отлично. Я согласен. Хорошее предложение было, Анатолий Васильевич. Нет, я уйду вместе с вами со всеми. Нет, вы сказали, вы уйдете с Натальей Сергеевной. Вы опять изворачиваете. Нет, диалог был. Я сказал, мы все вместе уйдем. Так, Наталья Сергеевна. Регламента, да? Да, да. Вот я просто две секунды. Вы все время, вот я, допустим, несколько раз выступаю, я посмотрел записи. Да. Вы говорите, уже у вас пять минут стекает. Я смотрю три двадцать. То есть, засекает, да? Нет, я смотрю в записи. Смотрю запись хурала, я начинаю, допустим, там, три двадцать, а вы меня в три двадцать три прерываете, три двадцать, три двадцать, прерываете и говорите, у вас пять минут и стекло. Вот это вот все ваша игра такая ловкая. Мы же, конечно, мы тут не успеваем, мы волнуемся, выступаем, там, еще смотреть секундомер и с вами спорить. На самом деле, вот таких замечаний на видео, я могу нарезать вам с моим участием только штук пятнадцать. И придавить, чтобы вы не говорили, что я там нарушаю регламент и так далее. Ну, кто у нас интригует, не могу и вас адресить, не сказать. Значит, я интригую против вас сегодня открыто. Вы должны уйти, освободить эту должность, дать дорогу молодым и, наконец, вдохнуть, дать дыхание республике. С вами все здесь застойно, устарело. Уже вы это должны услышать хотя бы из моих уст. Больше вам никто не говорит это. Спасибо. Анатолий Васильевич, разрешите мне реплику. Поскольку вопрос стоял, я один из присутствующих здесь на заседании Народного Урала. Просто коснулся темы сельского хозяйства. Определенно, это засуха, саранча, такие вещи. Я, конечно же, разделяю выступления депутатов, которые здесь были высказаны, всех в изучении, в том числе и вас, Анатолий Васильевич, солидарность с этим, что нужно поднимать тревогу. И она объявлена, режим ЧАЭС, буквально недавно, и процесс только начался. Начинается все с объявления режима ЧАЭС. Мы все люди грамотные, знаем. Ну, а то, что касается той реплики, которая будет в мой адрес, и в адрес майорова Алексея Петровича, нам, сэра Викторовича, Манджи, то хочу сказать, что я депутат федерального собрания Государственного дома, и у меня есть своя площадка, где я не в качестве приглашенного, а в качестве уже непосредственно участника процесса эти вопросы поднимаю. Поэтому будьте уверены, что и вы один серхозник, и мы тоже озабочены на этом. Ну, вот что я хочу сказать. А сегодня здесь я присутствую, в качестве приглашенного. Поэтому главный участник процесса это депутаты Народного Урала. Спасибо за внимание. Батюк, пожалуйста, пожалуйста. В завершение, да, тоже хочу сказать, касаемо как раз таки парламентского часа и обсуждения. Давайте действительно либо проводить чаще наши сессии, либо там ставить меньше вопросов, но давайте оставим за каждым депутатом право задавать те вопросы, какие он считает нужны, и не перебивать на это. Хорошо? А у меня тот же вопрос, Батарка Норвич, а есть ли какие-то результаты по поводу этого? Просто у нас идет такая уже месяц, уже такая ситуация. Извините, но вот сама формальная часть только началась в Саверной ЧС, это буквально один назад. А Саранча, допустим, то, что вот такого нашествия уже давно в Калмаке не было, оно уже сколько, уже месяц? Ну, вы знаете, больше месяца идет. Саранча, да, уже три года подряд, да. дело в том, что... В этом году все говорят, Батарка Норвич, что вот такого просто не было. Вот у меня вот на точке, да, допустим, колоски села, вот просто, я вот сам сильно не разбираюсь, но просто я смотрю, черная земля, вот черная земля в Саверной ЧС, ну, не полный полный такого не было. 15 июля Саранча еще есть в Калмыкии, тоже такого не было. Я тоже, я не приходит не... Ну, согласен, согласен. А есть ли какие-то вот уже вот, ну, что-то... Вы что думаете, я могу в кармане привезти какие-то эффективные методы? Это все зависит от нас всех вместе, в том числе и меня, будем говорить. Мы должны объединить усилия в этом направлении, независимо от форм собственности, и муниципалитеты, сами сельхозтовопроизводители, государственные органы, региональные, и федеральная. Федеральная часть, она каждый год выполняет свою международную обязательность. Ну, вот понятно. Может быть, федералы нам в этом году что-нибудь выделят вот по вашим инициативам? Ну, я бы... Идет же компенсация тех препаратов, которые выделяются в этой части. Потом федеральная часть, она, ну, земли чьи? Вот. Исходить на это всего. Вы... У вас сейчас земля. Вот вы, точка, говорит, есть. Своя? Ну, как, собственная. Собственная. Вы же должны заниматься своей собственностью. Дом свой... Спасибо вам большое. Ремонт тоже занимает. Ну, такое... За помощь. Такая норма. У меня вопрос тоже к депутату Государственной Думы. Батар Канович, вот вы... У вас также проходит правительственный час. Засуха у нас не сегодня началась, а уже с начала лета. Фактически уже в июне было понятно, что нас ждет. Я, например, отслеживаю видеотрансляции Госдумы. Мне интересно, в том числе, и как выступают наши депутаты. Я ни разу не видела вашего яркого выступления по поводу ситуации в Калмыкии. Вы могли бы своим выступлением привлечь внимание правительства к ситуации в Калмыкии, но этого не было. Давайте скажем... Может быть, вы не увидели. Дело в том, что... Я не видела вашего выступления. Подождите, трансляция из заседания комитета программоза не передается по ни одному каналу. Я сам лично не видел. Вы видели... Ведь все вопросы, касающиеся сельскохозяйства, они в основном решаются на заседании комитета. Профильного. Уважаемые зрители. Батрак Коннорович, я буквально... Батрак Коннорович, вот пока здесь в республике ты сделай фильм. Вот два дня работы, да? Объехать Ястинский район, Экибурульский район, снять людей этих бедолаг, снять скот подохший, павший, и снять эту степь выгоревшую и съеденную саранчой и так далее. И покажите это в Госдуме, там, я не знаю, председателю или в своем комитете, или дойдите на прием к министру сельского хозяйства, чтобы они своими глазами увидели реальную картину, тяжелую картину, которую смотреть тяжело. Не, ну, то, что это неплохое предложение, ну, почему один должен подхануть фильм делать, давайте вместе сделаем. Давай. Где же ты здесь? Давай отдувай. Предлагаешь? Давай. Давай. Я готов? Поедем вместе. Это первое. Давай я дам машину, дам оператора, нет проблем. Уважаемые коллеги. Ну, я, а я дам помощников. Окей. По аппарату вот. Едем вдвоем. Поехали. Уважаемые коллеги, по аппарату Наталья. Ну, а то, что, то, что, дальше отвечу. То, что идет, я на самом деле уже заявил в комитете, и мы это просто осматривали, я на своем уровне я занимаюсь, и поэтому я могу за это сто процентов отвечать, что я занимаюсь. А то, что я там не приехал кому-то на точку и не сделал фильм, ну, это уже лишнее. Я готов. Это слово, где не пришьешь дело, а когда покажете фильм, там все. И потом, второе, второе, второе. Сейчас вы со мной все согласитесь с таким моим утверждением, да, что большое дело, да, большое дело, это, все-таки, большая проблема. Делается усилиями многих людей, да, и в связи многих властей. Сейчас согласитесь. Разных уровней. Поэтому... Есть предложение... Все. Есть предложение такое, и сейчас она тут все-таки переживает, что есть элементы несправедливости. И она скажет... Если... Я в данном случае всегда возмущаюсь, когда есть нарушение действующего федерального либо республиканского законодательства. И в данном случае сегодня коллеги, выступая в разном, никоим образом, скажем так, не правильно интерпретировали действующего законодательства. Закон о народном хурале остаться депутат народного хурала, говорит о том, что это ваше право говорить, направлять депутатские запросы. И сегодняшние изменения в действующее законодательство, о чем говорила Наталья Сергеевна только в одной части, в части сокращения рассмотрения депутатских запросов. Мы с вами возвращаемся от 30 дней до 14. И данной законодательной инициативой мы возвращаем свое право, в том числе по срокам рассмотрения депутатских запросов. Что касается принципа разделения властей сегодня, и коллеги, и члены фракции Единая Россия сказали, принцип разделения властей никто не отменял. 184-й федеральный закон говорит о том, что и закон о народном хурале гласит, что единственный законодательный орган на территории республики Калмыкия это народный хурал. Он состоит из 27 депутатов. И сегодня то, что высказывает Наталья Сергеевна со своей личной оценкой, коллеги другие, это говорит о том, что никто вам не ограничивает это право говорить, высказывать. Что касается работы аппарата, Наталья Сергеевна, о чем вы говорите, что вам не своевременно были представлены документы, по окончанию сегодняшней сессии как раз и специалисты, кто занимается непосредственно, у нас в электронном виде оперативно отправляются документы, вас информировали о начале заседания комитетов и через помощника, и официально по телефону, те специалисты, которые занимаются, они подтвердят. На сегодняшний день аппарат работает объективно и в рамках действующего законодательства. Спасибо. Значит, уважаемые коллеги, заседание 17-й сессии объявляется закрытым. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка о Далунхуирхудл «72 небылицы», рассказ «Диалог» «Гемельхун», приметы 25-го позвонка овцы и образец гаданий «Далыншиндже» «Гаданий по бараней лопатке», представленный в очерке народного поэта калмыкии Константина Эрендженова, это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные, яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке «Мендифт Н.Б.» «Здравствуйте, это я». Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обучиях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки, начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.